Александр Бушков. Сокровище антиквара. Роман. Москва. Олма-Медиагрупп. 2009 год. Эпиграф. Отобрать у нас клад? Пусть попробуют. Нет уж, клад — такое дело. Кто его нашел, тот и бери. Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Часть первая. Шагая в тумане. Глава первая. Придурок с необитаемого острова. Если присматриваться философски, происходившее определенно носило некоторые черты семейной идиллии. Чему Смолин не собирался умиляться? Он вообще не помнил, чтобы за последние лет сорок чему-то умилялся. Просто констатировал факт. Инга, по-домашнему одетая в простенький халатик, вкалывала за компьютером вот уже почти час без передышки. Хозяин усадьбы, господин Смолин, он же Гринберг, помещался тут же в мансарде на диване под внушительным штурвалом с неизвестного судна и рядом с ним на столике, ну, антикварка, конечно, пятидесятые годы, помещался под нос с тарелками, на коих давным-давно остыл натуральнейший домашний ужин, приготовленный Ингой. Она неплохо готовила. Да что там, отлично готовила девочка, но Смолин ни к чему не прикоснулся. Сидел, словно тот чук через анекдоты, и думал, как жить дальше. Причем, в отличие от анекдоты, все было весьма и даже серьезно. Курманская эпопея для него завершилась благополучнейшим образом. А как иначе? Он ведь не совершил ничего противозаконного, даже улицу на красный свет не переходил, и газеты из чужих почтовых ящиков не крал. Все его свершения были законопослушны до омерзения. Это в отношении него парочкой злоумышленников были предприняты действия, подпадающие под разнообразные статьи уголовного, а также гражданского кодексов. Это он оказался классическим терпилой, а потому во всех казенных бумагах значился как потерпевший. Мелочь, а приятно, вспоминая прошлые дела и прошлые бумаги, где Смолина именовали совершенно иначе, да вдобавок именно к нему приклеивали статью за статьей. Как легко догадаться, главное сокровище, из-за которого полыхнули кровавые страсти, то есть яйца работы в Фаберже, еще до приезда милиции с места действия исчезло унесенное в квартиру и запрятанное под кровать. Туда же отправились Браунинг, все равно менты конфисковали бы, а так, засверлив его и продать можно в два счета, и полдюжины бриллиантов в старинной оптичной коробочке. В качестве купеческого клада, из-за которого, понимаете ли, товарищи начальники, и разгорелись все страсти, Смолин оставил на месте все до единой золотые монетки, коих по милицейской описи оказалось 32 штуки, общим весом 264 грамма. Этот клад, для того, кто ведать не ведал о последней Пасхе, выглядел весьма даже убедительно, особенно когда Смолин разбросал монеты на чердаке в живописном беспорядке, так что их казалось еще больше. Для тех, кто в жизни ни единой такой монеткой не владел, сокровища чертовски убедительные. Да и официальная рыночная цена приличная, четверть миллиона рубликов примерно. Нынче и не за такое на преступление идут. В общем, никаких таких драгоценных яиц, разумеется, не было. Смолин живо описал следователю во всех подробностях, как он, обходя и исследуя свои новые владения, случайно обнаружил таинячок с золотом. А тут и нагрянули поочередно два родных братца. Один, крыса музейная, в каких-то траченных мышами бумагах выкопал упоминания об этом кладе, сам признался, а второй, соответственно, был поначалу взят в долю, но обманут брательником и оттого жестоко расправился со значенным, не питая священного трепета перед кровным родством. Одним словом, Смолин ничего не придумывал. И не извращал. Он просто-напросто не сказал всей правды, только и делов. Но по реакции следака видел, что того и эта версия вполне убеждает. Убедительно выглядели золотые, разложенные в четыре аккуратных рядочка на газете на обшарпанном столе в кабинетике коруманской ментовки. Российские червонцы и пятерки с постно-благостной рожей незадачливого последнего императора, немецкие марки с кайзером бородатым и кайзером усатым, персидские туманы, на которых красовался Шир-О-Хоршит, озаренный солнцем лев с саблей в лапе, разнообразные австро-венгерские денежки и даже один единственный великобританский Соверен с королевой Викторией и поражающим гнусного дракона всадником. Это выглядело крайне убедительно, особенно для корумана с его провинциальными ценами и захолустной простотой. Во всей этой истории Смолин абсолютно ничем не рисковал. Золотишко ему и так должны были вскоре вернуть, все до единой монетки. Старый закон о кладах давным-давно отменен, теперь единоличным собственником является владелец земли или дома, и сдавать клад государству более не предписывается. Татарин ручаться можно об изделиях Фаберже не словечком не упомянет, и потому что по свойственному человеку оптимизму до последнего будет надеяться, что каким-то чудом все же сумеет до сокровищ добраться, и потому что прекрасно понимает, даже если правдочка о яйцах каким-то чудом всплывет на свет Божий, их юридически полноправным владельцам по тому же закону будет опять-таки Смолин Вая. Ну, а если учесть, что старина Татарин действительно жутко накосячил, есть обоснованные подозрения, что за решеткой он не заживется, в самом скором времени помрет, неведомо почему, если уже не помер. Единственная заноза во всей этой истории — провинциальный интеллигент, крыса музейная, Серич Николай Петрович Евтеев, одержимый алчностью кладоискатель, и следует признать, человек отнюдь не провинциального интеллекта. Крепок оказался скромный труженик музейного фонда, кто бы мог подумать, а на вид соплей перешибешь. Короче говоря, когда примчался вызванный звонком Инги милицейский наряд, оказалось, что музейщик не холодным жмуриком лежит, а проявляет слабые признаки жизни. Как выражался кто-то из героев трех мушкетеров, у вашего приятеля душа гвоздями прибита к телу. Ну, скорая, конечно, реанимация. В настоящий момент Евтеев в себя еще не пришел, на окружающие не реагировал, но и помирать отказывался категорически. Врачи твердили, что есть надежда. А, впрочем, Колюнчик тоже не так глуп, чтобы хоть словечком заикаться о яйцах. Наверняка промолчит обуреваемый той же бешеной надеждой и будет молчать, пока считает, что у него есть дохленький, но шанс когда-нибудь до сокровища добраться. Вообще-то против него по заявлению Смолина с Ингой возбуждено, ясен пень, уголовное дело, но статьи, безусловно, не те, что у Татарина. Дохленькие статишки, если рассудить. Ну, имел огнестрельное оружие, ну, пугал им Смолина. Чуть оклемавшись, будет ныть о сильном душевном волнении и прочих состояниях аффекта. Репутация законопослушного гражданина крайне интеллигентной профессии. Знакомые и служивцы сочувствовать будут скромному научному сотруднику, у которого однажды сорвало башню. Ходатайствует пойдут. В общем, как трезво прикидывал Смолин, у Колюнчика есть все шансы отделаться мелким условным сроком, благо он в некотором роде и сам потерпевший, по другому делу, жертва родного братца Уркагана, который чуть нашего Колюнчика до смерти не зарезал. При таком раскладе, прикидывал Смолин, в будущем, безусловно, следует опасаться каких-то трений. Но будут они наверняка мелкими, оставшийся в одиночестве, Евтеев, Смолин, в общем, не опасен. Второго такого братца у него не сыщется, а та придивинская шпана шпаной останется. Нет, не этим ему доставлять серьезные хлопоты, и не в Шантарске перемелется, точно. Главное, ни ногой отныне, ни в Придивинск, ни в Куруман. Да и нужды нет. Домишко законным образом продан, таки, крутому риэлтору Вонятки, каковой и к бабке не ходи. Уже начал шарить по особнячку с ломом наперевес, ковыряя все места, где можно подозревать тайник, вдруг да еще осталось что-то. Все вроде бы в ажуре. Евтеев остается занозой, но не особенно и страшной. К тому же полной определенности нет, он еще и помереть может запросто, что никак не повергнет Смолина в горькие рыдания. Золотишко отдадут не сегодня-завтра, Татарин точно не жилец. Все вроде бы благополучно утряслось. Самое смешное, что Смолин, прислушиваясь к себе, временами чувствовал некую смутную тоску и внутреннюю опустошенность. Он словно бы достиг вершины. Звездный час остался позади. Любой антиквар согласится, что стать обладателем сразу семи подлинных яиц ФБРЖ — это вершина, пик карьеры. Непонятно даже, что теперь нужно найти, чтобы превзойти это достижение. Куда двигаться дальше по служебной лестнице фельдмаршалу? Да некуда. Просто никаких более старших чинов в воинских уставах не предусмотрено. Чтоб не свершил, помрешь один черт тем же фельдмаршалом. Правда, эти душевные терзания были не такими уж сильными. Смолин не собирался тяготиться всерьез с этой лирикой, особенно теперь, когда перед владельцем яиц ФБРЖ, пусть даже и чистейшим перед законом, встают серьезнейшие жизненные проблемы. О каких прежде я не думал. «Ты почему не ешь?» — разогнал его невеселые мысли, озабоченный голосок Инги. Так заботливо это прозвучало, что и в самом деле хоть умиляйся. После возвращения из Курумана как-то само собой так получилось, что Инга к нему перебралась с изрядным количеством пожитков, начиная с компьютера и заканчивает дурацкой сиреневой лягушкой из какой-то ворсистой синтетики размером с доброго пуделя. И началось, выражаясь шершавым языком юриспруденции, совместное ведение хозяйства. Нельзя сказать, чтобы Смолин это не нравилось. Он реагировал, в общем, положительно. Одного побаивался, как бы не нагрянула в гости гражданская теща. Посмотреть, к кому же ушла ее кровиночка, начавшая совершенно взрослую жизнь. Визита гражданского тестя он как раз не опасался. Инга скуповато делилась фамильными секретами, но все же давно удалось узнать, что папаша субъект не особенный и приглядный, от них давно уже слинял, и слава богу. Зато маменька с высшим гуманитарным образованием как раз наличествовала. И, судя по тем же скупым обмолвкам, о реальном возрасте нынешнего дочкиного сожителя представления не имела. Учитывая, что она вроде бы моложе Смолина, и значительно, можно было, теоретически рассуждая, ожидать коллизии. Педофилию, вот радость-то, в данном конкретном случае ни за что не пришьешь, но неприятные беседы возможны. От гуманитариев женского пола, сформировавшихся как личности при советской власти, и не вписавшихся в рыночную экономику, можно справедливо ожидать весьма даже бурной реакции на этакую дочкину личную жизнь. Ладно, авось не найдет и не выследит, а стыд не дым, глаза не выезд. Потом поем, сказал Смолин, все еще под воздействием тех самых невеселых мыслей. — Есть надо регулярно, — наставительно сказала Инга. — Желудок посадишь. Тебе не двадцать в конце-то концов. Смолин ухмыльнулся про себя. — Занудством это никак не отдавало, просто, надо полагать, включился извечный механизм хозяйки. — Ладно, переживем, не напрягает. — Сейчас поем, — сказал он. — Правда. — Закончила? Дай глянуть. Инга принесла ему несколько извлеченных из принтера листков. Рядом на диван не села, устроилась в кресле, из-под тяжка косясь с настороженным нетерпением, свойственным всем творческим людям, жаждущим в первую очередь похвалы. Смолин одолел восемь листочков быстро. — Ничего не скажешь, изложено, завлекательно и грамотно, в лучших традициях нынешней американизированной журналистики, захватывающая история про то, как один человек — даже не упоминается, что человек этот шантарский, молодец, девочка, все правильно — абсолютно законно, на трудовые сбережения прикупил в Курумане маленький такой домик, а в домике оказался спрятан клад старой золотюшки стоимостью в четверть миллиона рублями. И все бы ничего, но про клад прознали два брата-акробата, один расписной по самые уши, другой наоборот, патентованный интеллигент и обуреваемые лютой жаждой наживы предприняли кучу насквозь уголовных деяний, причем под занавес сидевший брат прирезал сроду несидевшего. Этакий мексиканский сериал на фоне родных провинциальных пихточек, пьющих сантехников и прохудившихся крыш. Читателя, даже привыкшего к самым убойным и заковыристым сенсациям, должно все же зацепить, в том числе и в столице, куда Инга собиралась статейку заслать параллельно с публикацией в Шантарске. — Ну как? — настороженно спросила Инга, глядя в сторону с показным равнодушием. — Отличная работа, — сказал Смолин. — Серьезно. — Можешь романы писать? — Нет, правда, все отлично. И читатель визжать будет, и никаких ненужных подробностей нет. Он ухмыльнулся. — Ох, боюсь, в Курмане, да и не только там, настоящая эпидемия вспыхнет. — Начнет народишко по чердакам сломом шастать, рыться где только можно, но это уже не наша печаль. — Что ты такая надутая? — Да ничего подобного. — Не ври, — сказал Смолин. — Факт имеет место быть. Иди сюда. После короткого колебания она все же устроилась рядом со Смолиным на обширном диване. Приобняв ее левой рукой, Смолин заглянул девушке в лицо. Она чуть отвернулась с тем же печальным видом. — Ах, вот оно что! — протянул Смолин, улыбаясь. — Сенсация сия хлипковата и слабовата. Нам бы что позвонче? Нам бы бабахнуть репортаж о находке фаберовских чудес. Правильно я мысли читаю? Она легонько кивнула. — Какая же ты еще маленькая, — сказал Смолин, с той предельно допустимой долюшечкой нежности, которую мог себе позволить. — Понимаю, хочется до жути. Но нельзя, милая, нельзя, никак нельзя. Никаких яиц нет. Вообще. — Но ты же будешь их продавать? — Через год, если не через два. — Почему? Инга смотрела с неподдельным изумлением. — Это же миллионы долларов. — Тебя что, алчность гложет? — Хочешь много больших брюликов, бентли и трехэтажный дворец вместо этой хибары? — Ну, не так, чтобы жажду. — Ну, ты же антиквар, это твой бизнес. А уж такой товар. Смолин вздохнул искренне и заунывно, словно фамильное привидение какого-нибудь английского замка. — В том-то и беда, что я антиквар, смею думать, не из хреновых, — сказал он грустно. — И прекрасно разбираюсь в проблеме. — Милая, мы с тобой оказались в положении Бена Гана. — Кого? — Остров сокровищ читала? — Неа, — безмятежно ответила Инга. Смолин ничего не сказал и никаких особенных эмоций не ощутил. Он просто-напросто далеко не в первый раз уже привычно констатировал про себя другое поколение. — Другое, и ничего тут не поделаешь. — Представь себе человека, оказавшегося на необитаемом острове, — сказал он. — Человека, который нашел там клад. Золотые монеты бочками, самоцветов целая баклага. А теперь представь, с какими чувствами и мыслями он над этой ямой сидит. Один-одинешенек на острове, вдали от морских путей, корабли сюда могут зайти по чистой случайности, а самолетов нема, потому что на дворе века так 18-й. И что ему делать со своим охрененным сокровищем? — Но сейчас совсем другой случай. — Да нет, — сказал Смолин, — именно потому, что я профессионал. Прекрасно понимаю, как трудно будет это продать персонально мне. У каждого человека есть свои арки и свой профессиональный потолок, свой уровень. Ага, вот подходящая аналогия. Если твой редактор тебя пошлет в Москву расследовать махинации какого-нибудь настоящего олигарха Калибра Абрамовича, что из этого получится? — Ненадолго задумавшись, Инга сказал, — Ничего путного. Девочка из Сибири на чужом поле не моя делянка. — Со мной в точности так же обстоит, — сказал Смолин. — Калибр, масштаб, делянка. Мне в жизни не приходилось продавать предметы, чья стоимость начинается с миллиона убитых енотов. Черт, даже сто тысячных предметов не приходилось толкать. За исключением одного случая, к антиквариату в общем отношении не имевшего, здесь в Шантарске попросту нет людей, способных выложить миллион зеленых за яйцо Фабера. Продавать их можно исключительно в Москве, а нужных для этого связей у меня нет. Мелочевку кое-какую удавалось там продавать, покупать, так это же мелочевка. У меня нет подходов к тем, кто может заплатить. А если я начну искать эти подходы через столичных знакомых, включится механизм прекрасно мне знакомый по нашему славному городу. Нет, я не говорю, что меня моментально пристукнут. Просто-напросто механизм давным-давно отработан, что в столицах, что здесь провинциальному валенку. Невероятно трудно, почти невозможно получить настоящую цену за раритет, будь он сто раз подлинным. В том-то и беда, что раритет подлинный. У всех, кому бы я ни обратился, моментально вспыхнет жгучее желание обштопать лоха, кинуть по полной, как и у нас, откровенно говоря, оно бы вспыхнуло. Появись сторонний лох, сжимающий в кармане потной ручонкой, что-нибудь чертовски ценное. Я неплохой. И москвичи, в общем, не монстры. Просто в любом бизнесе есть железные правила игры и неписанные, но совсем железобетонные традиции. В лучшем случае мне дадут, мне с таким видом, словно делают величайшее одолжение, дадут полмиллиончика баксов за все. За все семь. И никак иначе. Они будут вежливо улыбаться, красивыми словами объяснять, что другого выхода у меня попросту нет. И самые поганые будут правы. У меня нет прямых выходов на таких покупателей. И неизвестно, будут ли вообще. А Сотби, Кристи и что там еще? Опять-таки чужое игровое поле, сказал Смолин. Я не знаю, как там играют, как вообще выходят на подобные ярмарки. И, наконец, ну да, прямой криминал. Сейчас я от него не страдаю совершенно. Серьезным людям мы, в общем, неинтересны. А вот ежели кто прознает, что у меня в подвале лежит семь доподлинных яиц Фабера, в таких случаях через труп переступают, как через бревно. И вовсе не обязательно люди серьезные, но и прельщенные словом миллионы долларов мелкая шпана. Ты ведь своими глазами видела, что произошло между двумя родными братцами неделю назад. Смолин взял ее за плечи, повернул лицом к себе и произнес, насколько мог убедительнее. Милая, хорошая, ты ведь умная. Я тебя Христом Богом заклинаю, в жизни никому не словечко. Это смерть. Натуральная. Где миллионы, там смерть. Сенсация и вещь скоропортящаяся. А потерять можно все. Я тебя прошу. Да все я понимаю, сказала Инга грустно. Не беспокойся, молчу как рыба. Обидно просто, что такой материал пропадает. Не смотри на меня так, молчу. Молодец, сказал Смолин, поглаживая ее по голове. У тебя этих сенсаций еще будет столько, какие твои годы. После долгого молчания Инга сказала, словно не вопросы задавала, а размышляла вслух. И что ж получается? Они так до скончания веков и будут у тебя в подвале прикопаны. Смолин широко улыбнулся. Но не надо так уж низко меня оценивать. Я похож на человека, который такой товар прикопает в подвале навсегда? Правда похож? Не особенно вяло улыбнулась Инга. Вот то-то звезда моя, сказал Смолин, и на лице у него заиграла прежняя хищно-веселая улыбка. Я как-никак профессионал. Я буду их продавать непременно. Антиквар я или уже где. Другое дело, что это будет медленно. Очень медленно. Так что любая черепаха бегом обгонит. Мне нужно будет все связи напрягшие, все знакомства использовав, выстроить беспроигрышную комбинацию, некие ходы, неспешненько поискать те самые подходы и к отечественным тугим кошелькам, и на худой конец к сотбе. Это вполне реальная задача с моим-то опытом. Другое дело, что пойду я шажками, аккуратненько, как сапер по минному полю. Задача на год, если не надо. Но, учитывая, что я собираюсь жить еще долго и счастливо, я упрямый, я потерплю. Он притянул девушку к себе. Ты мне еще будешь помогать тратить эти миллионы, верно тебе говорю? Даже если вздумаешь меня через месячишко бросить, тебе до скончания веков доля полагается. Если б ты в спину ему не шарахнула, он бы козел меня пришил, точно. Да не собираюсь я тебя бросать, — возмущенно фыркнула Инга, согласно женской логике, выхватив из его длинной тирады только одну единственную житейскую фразочку. Мне с тобой хорошо, зачем я тебя бросать буду? Мало ли, — сказал Смолин, — красавцы там всякие молодые. — Ага, — сказала Инга, чуть повеселевшим голосом, вглядываясь в него с усмешечкой. — Значит, есть у тебя все же комплексы? — Нет у меня никаких комплексов, — сказал Смолин, — просто я реалист, твердокаменный. — Да ну тебя, гонишь ерунду какую-то. Не собираюсь я тебя бросать. Ты... — Ну-ну, — с любопытством спросил Смолин. Она, чуть отвернувшись, сказала, — ты надежный, с тобой спокойно. — Ну да, — подумал Смолин, без особенных эмоций. Следовало ожидать. Девочка без отцовщины, подсознательное стремление спрятаться за крепкое мужское плечо, стремление в квадрате и, как обычная женщина, с жаждой надежности и без отцовщины. Ну и что, собственно говоря? Не думал же ты, что она тебя с первого взгляда полюбила романтически и нежно? В общем, именно такое положение дел устраивает полностью. Житейское дело, вполне хорошая девочка, надежная. — Жениться на тебе, что ли? — задумчиво произнес Смолин в пространство. Инга прямо-таки сверкнула на него глазами. Вот только не нужно такими вещами шутить. — Не буду, — сказал Смолин. — Ну да, конечно, — напомнил он себе, — для них-то эти темы святые. Помолчав, он осторожно осведомился. — А матери-то что сказала? — Как есть, что ухожу жить к мужчине. — Ага, — сказал Смолин. — А сколько мне годочков не говорила? — Инга чуть смущённо опустила глаза. — Ну, я сказала, он чуточку старше. — Ага, — повторил Смолин. — И тебе, конечно, была прочитана лекция с призывами к осмотрительности. — Конечно, это мои проблемы. Ты ведь не будешь меня в ближайшее время выгонять? — У меня таких мыслей вообще нет, — сказал Смолин. — Ты чудо, ты прелесть и всё такое прочее. — А главное, боевая подруга из тебя, как доказал жизненный опыт, получается отличная, а это много значит, потому что... Он сбился с фразы, поднял голову, рядом со штурвалом замигала красная круглая лампочка, нехитрая сигнализация, установленная вскоре после возвращения из Курумана. — Нужно же и дома технический прогресс внедрять. — Извини, — сказал Смолин, вставая, — гости нагрянули. Мажор дом вещует. В мансарде не было окна, выходившего на улицу, и пришлось спуститься на первый этаж. Глыба ждал его у подножия лестницы, сказал довольно равнодушно, — там какой-то упакованный фраер на крутой тачке. На мента похож, как я на балерину. — Побачим, — сказал Смолин сквозь зубы. — Что ему? — Василий Яковлевича спрашивает. — Самым вежливейшим образом, интеллигентно, я бы сказал. — Побачим, — повторил Смолин. Влезший босыми ногами в уличные тапки, он направился наружу, приличие ради застегнув рубашку на все почти пуговицы. Отработанным движением поймал атаковавшую его Катьку, запихнул ее в палисадник и прошел к воротам. Открыл калитку, вышел на улицу неспешно и где-то даже вальяжно, со спокойным достоинством исконного деревенского жителя, справного хозяина из малопьющих. У заборчика стоял черный джип «БМВ-пятерка», сверкавший как новенький полтинник, безукоризненный как проповедник, а рядом прохаживался молодой человек, действительно упакованный по последней моде в костюм с галстуком, круглолицый такой, розовощекий, причесанный идеально, гламурный и до ужаса. На бандюка он, в общем, не походил, а походил скорее уж на секретаря райкома комсомола. Но полные впечатления сейчас толкнешь что-нибудь прочувствованное, идеологически выдержанное насчет великих строек коммунизма. А впрочем, нынче вам не старые времена. Сейчас и бандюки на бандюков не похожи. Нет смысла гадать, но уже сейчас можно сказать, что глыба прав, вот уж кем не может оказаться визитер, так это ментом. Ну, возможно, конечно, подстава экстракласса, но кто же ее так ради Смолина готовить будет? Нет, сразу видно, в юношу привык к гламурным шмоткам, ему в прикиде своем привычно и уютно. Василий Яковлевич, вежливейший, осведомился молодой человек. Он самый, сказал Смолин. Приглядываясь к машине, там сидел за рулем второй, такой же гламурный и ухоженный. Очень приятно. Крупенко Максим, креатив-менеджер. Василий Яковлевич, шеф очень хочет с вами встретиться, желательно сегодня же. Если вы располагаете временем, у него к вам взаимовыгодное предложение. Смолин смотрел на него с предельно наивным выражением лица, даже помаргивая временами, вовсе уж простодушно. Очень быстро до молодого человека дошло. Ох, простите, сказал он с виноватой улыбочкой. Ну да, разумеется. Он проворно извлек из кармана визитную карточку и протянул Смолину. Тот ее забрал без церемоний. Ну так, Багров, Олег Викенч, генеральный директор, ЕСНО, Чароид Плюс. А как же! Персону сию Смолин знал. И даже лично. Человек, в общем, в Шантарске не самый известный, но заметный все же, из бомонда. Никоим образом не олигарх, но обладатель нескольких миллиончиков американских рублей, но и не настолько крутой, чтобы выложить за одно единственное, не говоря уж о паре яйцов и бирже, настоящую цену. Он вообще в жизни антиквариатом не интересовался. Один раз только с год назад заходил к Смолину, чтобы купить кому-то в подарок именную икону. Товар за свои деньги получил качественный, но к антиквариату ни малейшего интереса не проявил, и потому мысленно тогда же из списков потенциальных клиентов вычеркнут. Интересно. Претензий у него к тому случаю не может быть никаких. Икона, конечно, не старинного письма, но все же железная девятнадцатереха, вторая половина. Дешевле фиг, где купишь, не может у клиента быть никаких претензий. Смолин поднял глаза от визитки и нейтральным тоном поинтересовался, а в чем, собственно, и рассчитанно оборвал фразу. Розовощекий креатив-менеджер, интересно, что этот термин обозначает, с превеликой готовностью подхватил, шеф хотел бы вас пригласить для небольшой консультации. Что, прямо сейчас? Было бы крайне желательно. Василий Яковлевич, тысяча долларов за консультацию вас устроят? По факту, независимо от результатов. Такое продолжение разговора Смолину, что греха таить, понравилось чрезвычайно. Всегда б так. Но бизнес есть бизнес, и он сделал такое лицо, словно вспоминал, насколько к нему сегодня записано ее величество королева английская, собравшаяся прикупить для одного из своих дворцов парочку самоваров. Истолковав его молчание совершенно правильно, молодой человек проворно выхватил из кармана конвертик и протянул с надлежащим шармом, вот конвертик был самый обычный, какие лежат в любом киоске, незаклеенный. Бегло заглянув внутрь и убедившись, что там в самом деле покоится тонюсенькая стопочка портретов президентов США в черно-зеленом исполнении, Смолин не стал извлекать оттуда дензнаки и пересчитывать у нас собственная гордость и свое достоинство, мы не сявки. С рассчитанной небрежностью сунув конверт в нагрудный карман рубашки, он кивнул. Ну что ж, подождите немного, я переоденусь. Разумеется, просеяв, с энтузиазмом воскликнул молодой человек при загадочной должности, Смолин целеустремленно направился домой, игнорируя негодующие Катькины вопли из палисадника. Пожалуй, собираясь к человеку, который небрежно отваливает штуку баксов за консультацию, да еще предоплатой, следовало респектабельности для влезть в костюм и завязать галстук не олигарх, как уже упоминалось, но и не мелкота, мало ли что там может быть, нужно соответствовать. Подав глыбе визитку, он кратко проинформировал. Консультация зачем-то понадобилась этому хорю? Номер тачки запомнил? А то. Ну и ладненько, рассеянно сказал Смолин, прямым ходом направляясь в гостиную к платяному шкафу. Он не подозревал пока, что ничего нехорошего, он просто-напросто соблюдал определенные правила. Давно это въелось, привычкой стало, времена настали смутные и непонятные, учитывая череду недавних событий, всю эту нехорошую возню, до сих пор во многом непонятную. Подумав, стал извлекать вешалку с серым в полоску костюмом. Никакого оружия с собой, понятно, не стоит, так уж бдительность проведения. Глава вторая. Нестандартный заказчик. К офису Чероид Плюс Смолин был доставлен быстро, мимо охраны в вестибюле проведен молниеносно, в приемную припровожден предупредительно. В приемной тоже не случилось ни малейшей задержки. Крашенная кукла Барби — настоящее произведение искусства, едва его завидев, разулыбалась, так, словно лет пять уже мечтала ему отдаться, и еще секунд через пять Смолин оказался в кабинете большого босса. Кабинет был не такой уж грандиозный, но, разумеется, вполне на уровне в серых и светло-синих тонах. Хозяин простер гостеприимства до того, что встретил Смолина пусть и не у двери, но примерно на середине кабинета, проводил к столу, усадил, осведомился насчет кофе или чего-нибудь покрепче, а, получив вежливый отказ, уселся на свое законное место. За прошедший год он, в общем, не изменился. Крепенький мужичок с залысинами, напористый такой, нахрапистый, привыкший переть по жизни целеустремленным бульдозером. Правда, сейчас обычной нахрапистости в нем что-то не наблюдалось. Странновато он поглядывал, то ли виновата, то ли смущенно, это легко просматривалось. У Смолина появились кое-какие рабочие версии, но он вежливо помалкивал. Потом, когда молчание стало напряженным, он все же спросил нейтральным тоном, «У вас какие-то проблемы с антиквариатом, Олег Викентьевич?» «Пожалуй», — ответил Багров с явным облегчением, видя, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. «Я слышал, вы в холодном оружии хорошо разбираетесь». «Есть немного», — сказал Смолин. «Лет двадцать занимаешь, тут наберешься кое-какого опыта про тайну и так ясно». «Конечно», — ответил Смолин со светской улыбкой, «у нас, знаете ли, на том все и держится». «Я вам сейчас покажу одну вещичку, а вы мне сделаете квалифицированное заключение». Он резко, слишком резко отодвинул кресло, прошел к высокому, во всю стену светло-серому шкафу, распахнул бесшумную дверцу, извлек саблю в черных ножнах с вычурным эфесом, вернулся к столу. И те ему было всего-то шага четыре. Едва он достал саблю, Смолин уже сделал в уме заключений касательно ножен. Когда Багров одолел полпути, Смолин уже сделал кое-какие предположения на касательно эфеса, а, приняв у хозяина кабинета саблю и бегло, оглядев эфес, в предположениях утвердился. «Вы ее выньте, что ли, посмотрите», — сказал Багров с натянутой улыбочкой. «Успеется», — сказал Смолин. «У каждого эксперта свои методы, знаете ли». «Вы это купили или только собираетесь?» «И как вам охарактеризовали вот это?» Смолин небрежно ткнул пальцем в навехонькие ножны, смостряченные максимум полгодика назад из черного кожзаменителя качественного, правда, неплохой имитации натуральной кожи и прям-таки сверкающих бронзовых полосок, как саблю, принадлежавшую кому-то из участников восстания поляков против императрицы Екатерины, к какому-то знатному шляктичу. Вот видите, на обеих сторонах гербы на лезвии есть надпись и дата. «Посмотрим», — сказал Смолин, привычно вытягивая саблю из ножен, — «что у нас здесь?» «У нас здесь раскудряво выгравирована надпись на чистейшей польской мове. Ощина и волность, 1793, что в переводе означает «родина и свобода», ну и, соответственно, год. Всё правильно. В этом году ляхи в очередной раз и бунтовали. А здесь, возле самого Эфеса, у нас клеймо, видели, конечно, голова рыцаря, точнее рыцарский шлем, он уже исключительно для порядка поднёс клинок к самым глазам, присмотрелся к гравировке, осторожно опустил тяжёлую байду на полированный стол. «Что скажете?» — быстро спросил Багров. «А что тут можно сказать?» — пожал плечами Смолин, — «вы деньги уже отдали?» Долгих пару секунд хозяин кабинета переживал некое внутреннее барение, потом, словно одним прыжком ухо и в холодную воду, сказал «отдал». «А продавец ещё в пределах досягаемости?» «Да, в принципе. А что? Сколько вы ему заплатили, секрет или?» «Триста тысяч, ну, понятно, не долларов. Всё равно», — сказал Смолин сумрачно. «Дело ваше. Но лично я этой сабелькой, фуфлом этим, проехался бы продавцу по хребцу, и не раз. Можно вдоль, можно поперёк, нельзя же так. В конце концов, есть некая профессиональная этика. Он, конечно, самую чуточку лукавил душой, не видел ничего особо скверного в том, что порой набитому бабками лоху впаривают откровенное фуфло, да и сам этим не единожды грешил. Всё-таки это не пенсию у бабульки выжуливать. Лохи для того и существуют, чтобы их стригли. Но сейчас он в качестве хорошо оплаченного эксперта обязан был посочувствовать облапошенному клиенту на манер хорошего венеролога. Не наша работа, — подумал он. Что-то не помню я у наших умельцев в такой сабельке. Да для наших и позорно было бы такое фуфло лепить. Наши изящнее работают. — Фуфло? Полное и законченное, — кивнул Смолин. — И вы это вот так сходу определили? — Я профессионал, — сказал Смолин. — Хотя, разумеется, за тысячу долларов вы имеете право на подробнейшее разъяснение. Начнём с того, что ножны натуральнейший новодел. Багров прервал. Насчёт ножен так и говорилось. Ну, хоть в чём-то вам сказали чистую правду, — пожал плечами Смолин. А что до остального? Эфес сделан вчера-позавчера, хотя и качественно. Я не могу вам объяснить в технических терминах и гладких фразах, почему он поддельный. Я просто-напросто вижу издали, что это фуфло. Когда за двадцать лет через твои руки прошли сотни клинков, такие вещи начинаешь видеть. Я не знаю, звучит ли это для вас достаточно убедительно. Звучит. С кривой улыбочкой заверил Багров. Я понял. Вы профессионал, и вы умеете отличать фуфло от подлинника. Что ещё? Эфес делал хороший мастер, но о правдоподобии он ничуть не заботился, — сказал Смолин. «Верно, вот тут справа и слева мы видим гербовые щитки, два герба. А так не должно быть. Хотите кратенькую лекцию о польских гербах? Давайте. Практически во всех остальных странах у каждой благородной фамилии был свой герб», — сказал Смолин. «В Польше обстояло как раз наоборот. Там было примерно 80 с лишним базовых, так сказать, гербов. Один и тот же герб мог принадлежать нескольким фамилиям, иногда десятку-двум. Наверное, не стоит копать слишком уж глубоко и объяснять, почему так исторически сложилось. Не надо, суть я просёк. «Здесь два базовых герба», — сказал Смолин, — «два одновременно». Такого быть не могло нигде, никогда, ни за что. Это полностью противоречит старым польским традициям. Так никогда не делали. Один встречается и нередко, но два базовых герба одновременно — чушь собачья. То ли мастер в истории и геральдике был не силён, то ли цинично ухмылялся под нос, когда блудливыми рученьками это творил. — Бывали соединения гербов, конечно, в других странах и по другим причинам. Вот, посмотрите. Он достал свой серебряный портсигар и придвинул его к Багрову. Тот взял, присмотрелся, сразу видно, ничегошеньки не понимаю. — Герб разделён продольной чертой на две половины, — сказал Смолин, не особенно и менторским тоном. — Слева три сосны на горе, справа кораблик. Сверху корона о семи зубцах, то есть дворянская. В германском гербовнике 1703 года издания они ещё присутствуют по отдельности. Сосны на горке, герб Рейнвальдов. Кораблик — герб Вейхеров. Портсигар изготовлен в конце 19-го. Самое вероятное объяснение — фамилии к тому времени успели породниться. В таких случаях гербы сплошь и рядом соединялись, и не только в Германии. Есть английский герб, где в результате браков и отдельных гербов собралось штук 70. Занятное зрелище, глаза разбегаются. Но в Польше ничего подобного не было. Циничным шутником был наш мастер. И, наконец, он вытащил из ножен клинок примерно с ладонь. Вот это клеймо... Я не буду пускать вам пыль в глаза и врать, что знаю наизусть все германские оружейные клейма. Нет необходимости забивать себе голову. Есть отличные подробные справочники. Их у хорошего антиквара куча. Но это клеймо, рыцарский шлем, я знаю прекрасно. Потому что оно встречается очень часто. Это Киршбаум и Брэмсхей из Золингена. Начали это клеймо ставить в 858-м, а перестали уже через 15 лет в 83-м. Когда фирма слилась с другой Золингеновской фирмой братья Вайерсберг. С тех пор рыцарский шлем хоть и присутствовал на клинках, но непременно с буквами WKS. Либо в сопровождении профиля человека в короне, либо по третьему варианту. Рыцарский шлем, голова в короне и буквы WKS. А это... Он коснулся пальцем клейма. Стопроцентный Киршбаум и Брэмсхей. 1858-й? Вот именно, сказал Смолин. А поэтому отсюда автоматически проистекает, что к полякам в 793-м году никак не мог попасть клинок, изготовленный самое раннее, через 65 лет после бунта. Кстати, надпись, несомненно, сделана не вручную, а гравировальной машинкой, каких в 18-м веке просто-напросто не существовало. Короче говоря, перед нами стандартный армейский, германский клинок, изготовленный в промежутке между 858-м и 883-м, украшенный современной надписью и современной работой Эфесом. Такое вот заключение. Разумеется, если вам нужно, я могу вам привезти каталоги оружейных клеем, другие источники, иллюстрации подобрать. — Не нужно, — хмуро сказал Багров. — Ну и ладушки, — подумал Смолин. — Думается, штуку баксов я и так отработал по полной. Как дети, малый, честное слово, размышлял он с легким злорадством и несомненным превосходством. — Серьезный бизнес у человека, инвестиции в высокие технологии, и на этой делянке он шагу не ступит без экспертов, адвокатов, консультантов и прочих, консильери. А вот в антиквариат они, все эти крутые, лезут на обум. Полагаю, что там все просто и собственным умом справятся. — У меня и экспертное заключение есть, — сказал Багров. — Интересно было бы взглянуть, — сказал Смолин. Собеседник проворно извлек из ящика стола лист бумаги в прозрачном файлике, печатный гриф некоего учреждения, подпись, печать. Уже в следующую секунду Смолин опознал подпись, и, должно быть, не удержался от брезгливой усмешки. Багров быстро спросил, — так это что, одна шайка? — Нет, что вы, — сказал Смолин, бегло пробежав очередное, бог весь которое по счету словоблудие перепела. Автор этого опуса, скажу вам по секрету, чересчур невежествен для того, чтобы быть принятым в любую маломальски серьезную шайку. Господин Перепелкин просто-напросто классический невежа, полагающий, что если он 30 лет назад получил ученую степень кандидата искусствоведения, то в антиквариате разбирается круто. На деле, признаюсь, шантарская антикварка мнение господина Перепелкина никогда не берет в расчет. Ну, конечно, его любимый оборот — предмет представляет значительную историческую и культурную ценность. Самое печальное, что он всегда сам верит в то, что пишет, и эти бумажки ляпает за смешные копейки. Поверьте, все обстоит именно так, как я вам излагаю. Мы над ним подшучивали в свое время, приносили откровенное фуфло и получали такие вот ксивы, но это уже давно приелось, его оставили в покое. Пожалуй, сказано было все. Смолин поднял голову, послал финансовому воротили крайне выразительный, красноречивый, недвусмысленный взгляд, мол, какого тебе еще рожна надобно, старчи? Все обговорили? Багров, похоже, понял правильно. Ну что ж, с этим все. Он неприязненно покосился на клинок и творение Перепела. Это все очень убедительно. У вас репутация профессионала, я навел справки. Раньше бы их навести, да что теперь? Но деловой разговор у нас с вами, Василий Яковлевич, только начинается. — Интересно, — подумал Смолин, решительно не представлявший, в каком же направлении разговор теперь двинется. Тот-то гонорар за консультацию оказался таким крутым. Не швыряется попусту деньгами долларовый миллионер. Тут что-то посерьезнее и посложнее. — И так, — произнес он вопросительно. — Василий Яковлевич, без паузы отозвался Багров, меня крупно кинули. Не в деньгах дело, сумма, в конце концов, где-то даже и смешная. Меня чуть не подставили серьезнейшим образом. Не стоит напоминать, что разговор у нас насквозь приватный. Он уперся колючим взглядом, так что Смолин чуть ли не физически ощутил прикосновение холодного металла. Я ответил, конечно, мы как врачи. В общем, я это покупал не для себя. Я этими вещами как-то не увлекаюсь, если помните. Есть в Москве один человечек, очень нужный мне человечек, до зарезу. Вы ведь сталкивались с ситуациями, когда даже деньги не все решают, независимо от суммы. — Ну, разумеется, — кивнул Смолин. Он что, коллекционер? — Заядлый. Холодное оружие собирает с упором на Польшу, у него оттуда корни тянутся, вроде бы всерьез. Человек занимает такое положение и достиг такого уровня благосостояния, что деньги его частенько и не интересуют. Деньги ему принесут всегда. Мимо него не пройдешь в некоторых случаях. А вот качественный старый клинок, — понятно, — сказал Смолин, — дальше можно не объяснять. Я прекрасно понимаю, что такое настоящий коллекционер. Они меня всю сознательную жизнь кормят, и я их изучил, как хороший токарь свой станок. И он, конечно, знаток серьезный. Если бы я ему припер это фуфло, — он вздохнул и сделал значительную гримасу. — Да, конечно, — сказал Смолин. Случалось, похоже, и в Шантарске, ничего сложного. Что ж, если вам нужны качественные, подлинные клинки, это не проблема. Багров энергично вскинул ладонь. Нет-нет, то есть мы к этому обязательно вернемся, но не сейчас. Сейчас дело в другом. Я, господи, прости, не по христовым заповедям живу. Получив по левой, правую не подставляю. Давайте не будем тянуть кота за хвост. Этот тип меня едва не подставил серьезнейшим образом. И я хочу той же монетой рассчитаться. Что вы так смотрите? Мило улыбаясь, Смолин сказал, как можно нейтральнее, но ведь всегда можно наказать поганца без особых комбинаций. Понимающий улыбаясь, Багров звучно постучал кулаком в левую ладонь. Ага. Ну, примерно, тонко улыбаясь, кивнул Смолин. Багров погрустнел. Василий Яковлевич, сейчас не 92-й год и даже не 99-й. Все мы нынче примерные и цивилизованные. Правовая демократия на дворе. Респектабельные все нынче, увы. Во-первых, времена не те, и не стоит оно того. Во-вторых, стратегически размышляя, какой толк от того, что этому субъекту в один прекрасный вечер отшибут потроха обкурившиеся тинейджеры. Грубо, пошло и ужасно мелко. Серьезно. А вот если этот тип сам, в свою очередь, выложит приличные деньги за совершеннейшее фуфло, да при этом не сможет их вернуть, так, по-моему, не только изящнее будет, не только респектабельнее, но еще и приятнее. Пожалуй, сказал Смолин, в этом есть большая сермяжная правдочка. И что же вы намерены ему подсунуть? Я? Багров поднял брови. Я в антиквариате совершенно не разбираюсь, у меня не получится. Вы профессионал, вам и флаг в руки. Короче говоря, я хочу вас нанять. В партии ему что-нибудь убедительное и весьма недешевое. Чем больше денег он ухнет, тем лучше. Все, что вы с него получите, оставите себе. Мало того, я вам даю честное слово, что прикрою от любых неприятностей, хотя вряд ли их следует ожидать. Ну и я готов заплатить за операцию. Он извлек из пластиковой коробочки квадратный листок бумаги, быстро черпнул на нем что-то и придвинул Смолину через стол. Пояснил, это гонорар за мелкую пакость. А вот если вы его нагреете, так на полмиллиончика, а лучше бы на миллион, сумма автоматически увеличится вдвое-втрое. Разумеется, я беру на себя все накладные расходы. Нужно же приготовить нечто убедительное. Итак... Смолин молчал совсем недолго. Согласен, сказал он с улыбочкой. И сумма мне нравится. В любом варианте. И задача, в общем, вполне подъемная. И кто же мой клиент? — Может, вы его даже и знаете, — сказал Багров, снова выдвигая бесшумный ящик стола. Хороший снимок, узнать легко. Смолин рассматривал фотографию недолго. — Ну как же, как же, — сказал он медленно. — Этот московский хорь с годика уже у нас отирается. Частенько наезжает и надолго задерживается. — Кариков, Париков, Яриков. — Правильно, — сказал Смолин. — Ну, конечно, Яриков, Константин, как его там, Корнеевич. Да, вот именно. У меня осталось в памяти что-то такое. Ко-ко-кака. Вы с ним дела ведете? — Ни малейших, — сказал Смолин чистую правду. — С ним большая часть наших старается дел не иметь. — Почему? — Как вам объяснить, — сказал Смолин. — Антиквар, как и любой другой бизнесмен, всегда старается купить на грош пятаков. Дело житейское. Но у господина Ярикова эта тенденция настолько ярко выражена и настолько поставлена во главу угла. Лично мне такие не понутру. С ними никогда невозможно наладить взаимовыгодный бизнес, понимаете? Нет никакой возможности. А потому я с ним почти сразу же перестал контачить. Где вы с ним пересеклись? — В раритете у Тарабрина. — Ну, конечно, — сказал себе Смолин. Один врубель с этим субъектом и корешится. Остальные давно послали подальше по тем же мотивам. Он вновь взял со стола фотографию. Нет, конечно, субъект выглядит не просто благопристойно, а респектабельно. Гордая посадка головы, лицо породистое, красивое просить можно принять за солидного профессора или киноактера, интеллектуала, в общем. Но по сути обычная столичная шушера, из тех, кто безосновательно полагает, что во глубине сибирских руд у аборигенов до сих пор можно выменить горсть натуральных золотых самородков за яркие стеклянные бусики. Давненько уж у Смолина руки чесались втюхать этому живчику какое-нибудь убедительное и дорогое фуфло, чтобы знал наших. Да все как-то руки не доходили за более серьезными и насущными делами, но теперь, когда предлагают то же самое сделать за приличные деньги, откажется только идиот. Багров продолжал не без виноватых ноток в голосе. Раритет считается приличным салоном, чуть ли не самым старым в Шантарске, там бывает масса серьезных людей, кто бы мог подумать. С этим он ткнул пальцем фотографию, брезгливо поджал губы, там и свел знакомство. Кто ж знал, он вам сам цабельку продал? Если бы, горько поморщился Багров, он мне порекомендовал некого человечка и, вспоминая, теперь раз или два вскользь упомянул, что ничего гарантировать не может. Именно что вскользь, мимоходом, так что это совершенно в общей беседе затерялось, мимо ушей прошло. С него, кропотливо анализируя, как бы и взятки гладки. В случае чего, всегда может сказать, что предупреждал, не подкопаешься. Язык у него подвешен сквозь зубы, сказал Смолин. И дальше. Он дал мне номер, я позвонил. Подъехал этот самый Грачев-Овчинников. Кто-кто? Не удержался Смолин. Грачев-Овчинников, так он назвался, я же не проверял документов. Что вы так смотрите? Всякие совпадения возможны, но, сказал Смолин, старательнейшим образом погасив улыбку. Но больше всего это похоже не на совпадение, а на черный юмор. У этих господ определенно присутствует чувство юмора. Видите ли, почти сразу же, за Фаберже шли ювелира Овчинников и Грачев, точнее, братья Грачева. Да нет, какое там совпадение, юмор такой. Хотите сказать, они еще надо мной прикололись дополнительно? — Боюсь, что да, — сказал Смолин нейтральным тоном. — Что-то не верю я в совпадение. Пошутили ребятки. Багров таращился куда-то сквозь него свирепым взглядом, так что Смолину уже стало казаться, что от его услуг откажутся, а взамен наймут парочку крепких ребят с бейсбольными битами. — Есть у людей чувство юмора, — подумал он не без уважения. — Мне подобное с лохами как ты в голову не приходило. Надо будет запомнить. Грачев-Овчинников. Еще бы отрегомендовался стервец, как Никольс-Плинк. Тоже были ювелиры не из последних. Никольс и Плинк до сих пор подделывают. Собеседник довольно быстро овладел собой, продолжал зло посапывая. В общем, он подъехал, навешивал лапши на уши, показал саблю, экспертное заключение. Говорил, что товар дефицитный, что всегда найдется другой покупатель, что на рынке застой, вернее, за кишья и за каких-то ментовских наездов. В моем деле меня и на рубль не кинешь, но тут... — Ничего, ничего, — мысленно приободрил Смолин. — Несмертельно. Всего-то на триста штук влетел. И неусловными. И презент преподнести не успел. В следующий раз умнее будешь. И сначала с понимающими людьми посоветуешься. И вы купили. — Купил. — А снимочка этого Грачева-Овчинникова у вас нет? — Вот чего нет. — Описать могу подробно. Он и в самом деле описал про Хвоста с вымышленной, конечно же, фамилией так ярко и детально, что Смолин мог его, пожалуй, при встрече опознать, но он понятия не имел, кто это. Совершенно незнакомая персона, абсолютно не связанная в памяти с тесным и немногочисленным в общем мирком шантарских антикваров. — Ни среди крупных такого нет, ни среди многочисленной мелочи. — Стоп, а кто сказал, что Липова и Грачев-Овчинников вообще имеют отношение к антикварному миру? — Вовсе не факт. — Шестерка нанятая или использованная для единичного задания? — Между прочим, умно. — Совершенно не представляю, кто бы это мог быть, — сказал Смолин. — Возле наших пенатов никто, похоже, не болтался, но в конце концов это и не важно. Работать мне все равно не с ним, а с Яриковым. — У вас есть идеи? — Смолин улыбнулся открыто и весело. — Найдутся. — Собственно, даже не идея, а одна старая заготовочка, которую я давненько уже держал про запас, подходящего случая не подворачивалась. — А теперь чует мое сердце самое время. — И что это? — Позвольте уж я это пока при себе подержу, — сказал Смолин. — Из чистого суеверия удачи не будет. — Потом, когда все будет готово, и мне понадобятся деньги на накладные расходы. — Аванс. — Спасибо, не надо, — сказал Смолин. — Можно я фотографию заберу? — Да ради бога. Еще у меня их с полдюжины. — Давайте, — сказал Смолин, — пригодится. — Думаю, уже денька через два я вам сообщу, как идут дела. Багров, поднявшись вслед за ним, сказал мечтательно. — Только как-нибудь так, чтобы он влетел на хорошие бабки. Глядя ему в глаза, Смолин легонько постучал согнутым указательным пальцем по столу, надеясь, что это все же не пластика, а натуральное дерево. — Если все пройдет, как я задумал, тьфу-тьфу, он влетит на хорошие бабки. И при этом правоохранительные органы будет обходить за километр. — Серьезно? — Если все получится, — сказал Смолин. — Не переживайте, вы платите по факту. — Да не в деньгах дело. Умыть гада хочется. — Самое смешное, что мне тоже, — подумал Смолин. — Говорить об этом не стоит, но есть тот и маленький личный интерес. Чем меньше подобных долбаных варягов ползает по Шантарску, тем воздух чище. И уж если подворачивается возможность не просто подложить свинью неприятному субъекту, да еще и приличных денег поиметь, нужно хвататься обеими руками. — Я сейчас парнишку своего вызову, — сказал Багров, — вас домой забросите? — Нет, — сказал Смолин, улыбаясь все так же безмятежно и отрешенно. — Я скажу ему, куда. Прямо сейчас и начнем работать. Глава третья. Рабочие будни. Вещи и конспирации ради. Чужой человек, в конце концов, случайный. Смолин попросил высадить его далеко от места назначения у водонапорной башни из порыжевшего кирпича довоенного и потому несокрушимого. Вежливо попрощался с креатив-менеджером и, не спеша, побрел по широкой пыльной улочке, где по обеим сторонам возвышались добротные коттеджи и красивые, и весьма даже страхолюдные. С обеих сторон раздавалось яростное собачье гавканье. Убедившись, что надраенный джип скрылся за поворотом, Смолин пошел быстрее, остановился у высокого забора, в отличие от окружающих не красно-кирпичного, а дощатого, выкрашенного, влекло-зеленый цвет. Погремел большим зеленым кольцом, служившим калитке вместо ручки. Далеко от ворот раздался собачий лай, но на одном и том же месте. Тогда Смолин безбоязненно повернул кольцо, поднявшее щеколду, вошел. В центре участка соток из двадцати посреди берез и сосен стоял одноэтажный домишко с мансардой, хотя и не маленький, но в подметке, негодившийся окружающим особнякам. Из посеревших от времени досок с ужасно старомодными окнами и неуклюжей верандой, сплошь застекленной, разноцветные квадратики стекла в деревянной раме. Карат надрывался в будке, просовывая нос в щель между дощатой дверцей и притолокой. — Свои, свои! — процедил Смолин, уверенно направляясь к крыльцу, довольно-таки покосившемуся. — Обветшал домик изрядно. Но в сорок шестом году, когда его в качестве дачи передали Шварцеву дедушке на вечные времена, он, конечно, смотрелся на фоне тогдашнего бытового неустройства сказочным дворцом. Шварц в свое время порывался снести к чертовой матери эту развалюху и построить добротный кирпичный коттеджик не хуже, чем у людей, благо и деньги были. Вот только папенька с маменькой насмерть встали грудью на защиту родового гнезда, запрещая менять в усадебке хоть что-то. Вот помрем, заявили они, а тогда хоть небоскреба строй. Очень уж сильные лирическо-романтические воспоминания были у чаты Кладенцовых, с ним связаны. То ли они впервые здесь встретились в юном возрасте, то ли у них тут впервые произошло, то ли все вместе. Лирика и романтика, одним словом. Шварц, в конце концов, отступил, так и не преодолев родительского сопротивления. Домик так и стоял, посреди россыпи новоросских коттеджей. Иногда отсюда возникали недоразумения, отдельные прыткие экземпляры, полагая, что все семейство Кладенцовых состоит из пришедшей в упадок интеллигенции, заявлялись с гнутыми пальцами и пытались участок купить, но, угодивши на Шварца, второй раз уже не появлялись, а там и вообще перестали маячить на подступах. Единственная уступка, на какую Шварц родителей сподвигнул, вполне современная коттельная в подвале и модерновые алюминиевые батареи, ничем не напоминавшие чугунный совдеповский ужас, поскольку внешнего вида исторического поместья это не портило, папа и мама со вздохом согласились. Ну, и изнутри Шварц развалюху утеплил как следует, так что обитал тут практически постоянно. Ни единой машины Смолин во дворе не обнаружил, а это означало, что его бравые парни собрались гулеванить до упора. Не озабочиваясь возвращением к родным пенатам, даже шварцевская целика куда-то подевалась. Ага, в гараже, сквозь приоткрытые двери видно. Домишко был ветхий, но надо отдать ему должное обширный, квадратов сто пятьдесят. Иосиф Писсарионович даром, что Сатрап, о своих ученых заботился. А Окладинцев тогда, в сорок шестом, хоть и был тридцати четырех годочков от роду, но стал уже профессором и получил первую из четырех своих сталинских премий за открытие шантарских платиновых месторождений, если кто помнит. Остановившись на крыльце, Смолин прислушался. Музыки внутри не слышалось, но доносился ритмичный топот, сопровождаемый бодрыми хоровыми воплями, посиделки уже, надо полагать, в разгаре. Он распахнул простецкую дверь, привычно направился по длинному коридору в сторону топота и молодецкого пения, прямиком в гостиную, занимавшую добрую треть дома. Остановился в дверях, озирая происходящее с мудрой снисходительностью отца командира. Уставленный бутылками стол и прочие мебеля были предусмотрительно сдвинуты к стенам, а посередине гостиной выкаблучивали два кандидата наук — светила шантарская археология Слава Гонзец по кличке Камрад и Кот-ученый. Заложив руки за спину, они, вставши лицами друг к другу, мастерски отбивали чечетку, слаженную вопя «Горе с горем подружилась, на дороге в пля спустилась, гоц, 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 из чего их разобрала? Им, как видно, горе мало, гоц, гоц, гоц». У подножья горки кочка, видно, в матку вышла дочка, гоц, гоц, гоц. Почтенный домишко поскрипывал, и временами вроде бы сотрясался. Смолин, понимающий, кивнул. Забава была старая, и насквозь знакомая, поддавши, оба интеллектуала любили усладить слух окружающих неизвестными всем прочим песнями, почерпнутыми откуда-то из классики. Шварц, не снявший терминаторских темных очков, расположился в большущем старинном кресле, задумчиво оглаживая там и сям усаженной на колени подружку, подружка млела. Смолин ее не помнил ни по внешности, ни по имени, но запоминать и не стоило. У Шварца они менялись так часто, что не было смысла утруждать мозги. Молод был Шварц, не перебесился. Присутствовавший здесь же фельдмаршал, ни на кого не обращая внимания, занимался, опять-таки, крайне интеллектуальным делом, баловал с большим черным маузером. Оттягивал длинный затвор, прицеливался в высокий застекленный шкаф и спускал курок. Маузер, похоже, исправно щелкал, но из-за топота расходившихся кандидатов наук этого слышно не было. Оба упомянутых, завидев Смолина, в присядочку подскочили к нему и начали перед ним бить степ, вопя «Ох, солдатская жизнь завяла, жалования дают мало, по три денечки на день, куда хочешь, туда день, и на шило, и на мыло, и чтобы выпить на что было». Ради поддержания общего тонуса Смолин поднял руки, повертел запястьями на манер египетской танцовщицы, вильнул бедрами, в хорошем стиле Элвиса Пресли, обошел Плесунов и направился прямиком к фельдмаршалу. Протянул руку, фельдмаршал не без гордости оружие ему отдал. Впрочем, это уже не оружие, в ствол забита стальная заглушка, да и боек наверняка ампутирован. Фельдмаршал — мужик осторожный, и на рожон не лезет. Но когда-то оружие было солидное. С торчащим наружу магазином на двадцать патронов. Ага, слева переводчик на автоматическую стрельбу. А это у нас что? А это у нас три иероглифа. Весьма качественно выбитые на левой стороне патронника, судя по виду, состоянию довоенной, годов тридцатых. Ну да, китайцы такие штуки особенно любили почему-то. Да и было за что. При автоматической стрельбе, конечно, никакой точности. Но если перевести на одиночные и примкнуть к обуру приклад, супостата можно достать и в километре. Рядом Шварц зловещим голосом рассказывал подружке, что этот вот усатый дядька с большим пистолетом — главный шантарский киллер, который даже по зарубежным заказам работает. И вообще, что касаемо Джона Кеннеди, то мы-то люди посвященные, знаем, что к чему. Подруга хихикала и просила дурочку из нее не делать. Она хоть и блондинка натуральная, но соображает. И вообще, когда Джон и Кеннеди хлопнули, этот дядька должен был еще в школу ходить. Смолин покосился на нее уже с любопытством. На фоне тотального невежества молодого поколения в части как отечественной, так и импортной истории, юная натуральная блондинка, знавшая, кто такой Джон Кеннеди, и когда примерно его убили, смотрелось своеобразным феноменом. — Сколько отдал? — спросил он. — Полтинник, — ответил фельдмаршал. — Ну, нормально. — Ага. Поиграв тяжелым пистолетом, поприцеливавшись в углу, Смолин вернул его хозяину, прошел к столу и по-северному налил себе полстакана розового мартини. Он сегодня уже не собирался выдружаться за баранку, так что мог расслабиться. Медленно выцедил, сразу налил еще полстакана и тут же приговорил, чтобы малость догнать ушедший вперед коллектив. Громко спросил, по какому поводу банкет. В гостиной моментально что-то изменилось. Плюсуны, закончив очередной куплет, подошли к нему, а Шварц, ссадив с колен белобрызую интеллектуалку, шлепнул ее пониже талии. — Солнце, мяском займись, пора и пожрать уже. Она сговорчиво вышла. Оказавшийся ближе всех к высокой двустворчатой двери, Гонзец быстренько и тщательно ее прикрыл. Фельдмаршал отложил Маузер. — Короче, так, шеф, — сказал кот-ученый. Аппаратурка на дне фиксирула массу металла. Примерно в двух километрах от исторической точки утопления броневика, ближе к Шантарску. Там тоже обрывчик, но гораздо более пологий. Есть время выскочить. По весу масса примерно Остину соответствует. Смолин встретил эту новость с удивившим его самого спокойствием. Слишком много произошло в последнее время и дурного, и хорошего. Эмоции как-то притупились. В конце концов, это не обязательно броневик. Мало ли увесистых металлических предметов оказалось на дне в последнее столетие. Он только спросил, не ныряли? Нет, пока. Народу там оказалось ненужного много. Рыбаки, отдыхающие. Нужно будет выбрать будний день. Ты не забыл? Ну, что ты сказал, кот ученый, исключительно с тобой во голове? Вот именно. Твердо сказал Смолин. И не иронизируй над моими романтическими мечтами. Еще когда я в детстве кусто читал, хотелось поднять со дна что-нибудь тетакое. А у тебя как? Повернулся он к Шварцу. Тот прилежно доложил. Эту сучонку, Дашеньку, ношу. Менты выпустили уже часа через три. И обоих козликов тоже. Объяснительные, надо полагать, по всем правилам взяли, но про возбуждение уголовного дела что-то не слышно. Адвокатишка моментально примчался, начал параграфами блевать. Интеллигентные родители подтянулись. И устроили хай вселенский, вопили со всем перестроечным пылом про ментовский беспредел, дипломами своими и прочей лабудой трясли. По слухам, молодежь отбрехалась. Они ничего такого и не замышляли, наоборот, спасали бесценные полотна для мировой культуры, поскольку шизанувшаяся бабка их вот-вот в капусту порезать могла. Реалистично прикидывая, пришить им нечего, особенно если адвокат шустрит. А что за адвокат? Разведываю пока помаленьку, что за персона. В общем, посадить их или просто нервы помотать вряд ли удастся. Ладно, сказал Смолин, это, в общем, с самого начала было ясно, не в том задаче. Главное, мы им сорвали дельца. Картины в Шантарске, в музеях. Изменив прежние планы, возьмет все до единой. Я уже шаги предпринял. Он задумчиво повторил. Главное, мы им дельца сорвали. Второй раз ни за что не проканает. А знаешь, что самое интересное? Ну? Адвокатишку доставили на черной камре с тем самым номером, на который Дашеньку тогда домой привозили. И знаешь, кто за рулем восседал? Анжеров. Эдик Говорун. Никакой ошибки, тот самый номер. Интересно девки пляшут, проговорил Смолин сквозь зубы. Наконец-то какая-то персона с той стороны обозначилась в реальности. Заметная персона, хотя в последние годы изрядно полинявшая. Итак, Анжеров Эдуард Степанович. Он же Эдик Говорун. Он же Енот Потаскун. Личность в Шантарской антикварке. Да и вообще в губернии приметная. Ровесник Смолина служил на невысокой должности по научной части, на волне перестроечной шизофрении как-то ловко и быстро проскользнул в народные трибуны. Да так двадцать лет и болтыхался на плаву. Депутатствовал, небольшие должности в областной администрации занимал, снова депутатствовал, при каких-то мутноватых фондах, ассоциациях и общественных организациях крутился, порою самолично их создавая и возглавляя. Больших капиталов не скопил, но существовал безбедно. Ой, безбедно. Как было достоверно известно людям осведомленным, несколько лет лоббировал интересы пары-тройки серьезных частных концернов, уж наверняка они по доброте душевной. В тех же осведомленных кругах давно известен, как любитель юных красоточек. Но не педофил, боже упаси, тщательно следит, чтобы не налететь на лицо недостигшее. Много лет заядлый собиратель всевозможного антиквариата, в коем надо отдать ему должное, со временем стал разбираться весьма неплохо. Давний клиент не только Смолина, но и прочих шантарских антиквариев. Одним словом, фигура заметная в определенного рода бомонде. Но все это имело место до недавних пор. Вот уж годика полтора, как Эдику поплохело, по той же самой достоверной информации. Ни он первый, ни он последний. Немало скользкого народа оказалось неудел, отощало и скукожилось. Потому что поменялись и времена, и правила игры. У заматеревших серьезных концернов уже не осталось теперь задачи, которые следовало решать с помощью прикормленных народных трибунов. Все распилено, все устаканилось. Незаметно скукожились и загнулись фонды, ассоциации, а общественные объединения, пережив свое время, опять-таки канули в небытие. Никто теперь не подкидывал господину депутату деньжонок на бедность. Не за что. Лучше всего явное обнищание трибуны видели как раз шантарские антиквары. Покупочки вот уж года полтора сократил резко. Наоборот, стал кое-что распродавать. Причем и то, и другое сразу ясно делает не от потери интереса к старине, а от вульгарной бедности. По-прежнему выседает в областной думе, витействует, на голубых экранах маячит, интервью дает прессе. Но это уже одна видимость. Призрак былого инерция. Никто его более не содержит. За счет нагуленного жирка существует, а жирок-то не в ладонь толщиной. Смолину пришло в голову, что сия персона очень даже свободно может претендовать на роль того самого загадочного кукловода, которого они никак не могли вычислить. Во-первых, оголодал. А поскольку моральных устоев и принципов не более, чем усношающегося кролика, вполне может удариться в откровенный криминал. Во-вторых, уж он-то прекрасно разбирается, скажем, в истинной стоимости картин Бедрыгина. В-третьих, за двадцать лет оброс связями, знакомствами, ходы-выходы знает. Само по себе это не способно принести денег, но зато помогает проворачивать темные комбинации и отмазывать сообщников. Заманчивая версия. И все же ни стыковок, ни увязок и темных мест тут масса. Похоже, именно он снял Дашеньке ту квартирку и, помимо эротических забав, использовал девочку еще и как неплохой инструмент в истории сорвавшейся по краже картин. Чрезвычайно похоже на правду. Но вот как его пристегнуть ко всем прочим невзгодам и каверзам, обрушившимся на шантарскую антикварку? — Анжера, вот какой смысл и какая выгода напускать на магазины гражданина майора Летягина? И какое отношение он должен иметь к непонятным до сих пор наездам на шевалье? — Нет, пожалуй, не стоит искать за всеми непонятками единой зловещей фигуры. Все по отдельности, все само по себе. Просто в жизни так частенько случается. Неприятности вдруг навалятся косяком с разных направлений, и нет за ними одного коварного злодея, так уж сплелось вот и все. — Но Камри-то не на него записана, а? — спросил он. — Ага, — сказал Шварц, — записана она. На какую-то девку, 80-го года рождения, с проспекта авиаторов. Кем ему эта девка приходится, троюродной племянницей или очередной шлюхой, я пока не выяснил. — Мы же не контора, по зернышку клевать приходится. Трудно. — Да ладно, я тебе и не виновачу ни в чем, — сказал Смолин. — А с адвокатом что там? — Шварц заглянул в коричневый блокнот. — Некто Косов Виталий Павлович. Вольный вроде бы стрелок, ни в каких крупных юридических конторах не подвязается, фирмочки свои не имеет, кустарь на домник, ага. — Что еще позволяет сходу отвезти ему место на лесенке, — подумав, — сказал Смолин. — Одиночка, еще не обязательно мелочь. — Ну да. — Что будешь делать? — Если откровенно, я просто не представляю, что делать, — честно признался Смолин, и не знаю, нужно ли что-то делать. Картины мы от загребущих ручек спасли, а что, собственно, дальше? Нам Эдик вроде бы дорогу не переходит, ничему не пакостит, конкуренции не составляет. — В чем? — Дали ему по лапам, когда этого потребовала ситуация, и все. Дальше-то что? — Никак я не думаю, что он нам вендетту объявит. Не того полета птичка, кишка тонка и ручки слабенькие. Вот и хрен с ним. — Или у тебя есть идея? — Нету, — пожал Шварц могучими плечами. — Вот то-то, — сказал Смолин. — Все помаленьку налаживается, — думал он, направляясь к столу за очередной порцией вина. Совершенно ясно уже, что все летягинские лихие кавалерийские наскоки на антикварные магазины по большому счету закончатся пшиком, помотают нервы, кто-то налетит на штраф, а кто-то при самом фатальном невезении на годик условно, что ничуть не смертельно. Под затихшей торговлей будет продолжаться, разве что придется постоянно держать ушки на макушке, прислушиваться к каждому шороху, осторожность удвоить, утроить, удесятерить. Все помаленьку устаканится. При условии, что имела место череда отдельных невзгод, всякий раз вызванных кознями разных супостатов. При условии, что не сидит все же где-то в отдалении поганая и беспринципная фигура, реализующая некий план. Что это может быть за план? Для чего затеян? Убедительных версий просто-напросто нет. А значит, не стоит и баловать с теорией заговора. Один неприятный нюанс. Незадачливый студент Миша, царство ему небесное, ботанику, пингвину влюбленному, получил нож под ребро, наверняка не от правобережной шпаны. Убрали парнишку, пока не стал опасен. Отсюда плавно проистекает, что забывать о случившемся не след. Клюш, точно знаешь, что есть конкретные людишки, способные при нужде пойти и на мокруху? И допускаешь, что ваши дорожки могут снова пересечься, ухо следует держать востро. Оказавшись рядом с Гонзицем, он, не раздумывая, вытащил полученную от Багрова фотографию и сунул археологу под нос. — Слава, ты с этим типом не пересекался? — Очень даже пересекался. Без всяких эмоций сказал Гонзиц, особенно к снимку и приглядываясь. — Кока. — Кока? — Да, это я его так для себя назвал. Константин Корневич, а сокращенно Кока, очередной столичный пылесос. Еще в прошлом году на меня выходил и просил продать копанку. Говорил, что свой в доску, а не казачок засланный, что его врубель рекомендовать может. Я звонил. Точно врубель и в корешок. Продал что-нибудь. Хап, пошел он, фыркнул Гонзиц. Он мне предлагал такие копейки, что и рук пачкать не стоило. Я его вежливенько послал нахер, на то мы разошлись. Знаешь, что интересно? С недельку назад он опять объявился. Только уже определенно поумневший и пообтесавшись в сибирских реалиях. На сей раз он мне предлагал цены настоящие, вполне правильные, вполне приемлемые. Только я решил нашего старого партнерства все же не рушить из-за залетного, случайного. Мы с тобой кореша как-никак притерлись, обвыклись. Короче, я его опять послал. — Зря, комрад, зря, — сказал Смолин, ухмыляясь. — Не следовал так с человеком, прибывшим аж из град-столицы. Телефончик его у тебя остался? — Есть где-то. А что? — Мы с тобой потом сядем, тет-а-тет, и потолкуем плотно, — сказал Смолин, ухмыляясь уже во весь рот. — Копанка ему нужна, говоришь? И достаточно цивилизовался, чтобы не предлагать стекло за самородки. Так это просто прекрасно, комрад. Рядом обозначился чуть шатавшийся кот ученый, сдвинул стаканы и принялся разливать вино, порой плеская на скатерть. С большим энтузиазмом провозгласил за броневик, а? Господа мои, боже упаси, я раньше времени удачу не праздную. Просто предлагаю выпить за то, чтобы там и в самом деле был броневик. Доверху налитые стаканы соприкоснулись с тихим звоном. А куда ему деться? — проворчал Шварц. — Где-то он-то должен быть. Не уплыл же и не подняли. — Шеф, у тебя стратегические планы есть? — Куда ж без них, — подумав, сказал Смолин. — С броневиком мы разберемся. Это уже дело техники. Либо он там, либо в другом месте. Нам же не всю шантару прочесывать. — Касаемо стервочки Даши, ты, Шварц, в этом направлении поработай плотно, выясни, наконец, что там за адвокат, что там енот по тоскун плетет. Шварц хохотнул. — В банке бы его с Дашкой подловить, сунуть камеру не пойдет. Очень серьезно сказал Смолин. Он в политическом плане фигура дохлая. Никому уже неинтересно его ни покупать, ни топить, так что это не сработает. Но устроит ему супружница в очередной раз скандал с истериками и драньем волос. Мелко-мелко. Хотя, если двигаться в этом направлении, вертится в голове у меня смутная идея, но это не для данных исторических условий. Шварц. Яволь. А ведь доченька его. Юлия Света Эдуардовна, что свою персону в шантарский универ украшает, по моим данным, известно как весьма даже беспутное создание. Шварц медленно расплылся в улыбочке, оглянулся на закрытую дверь, понизил голос. Так что, мне ее завалить? А почему бы и нет? хмыкнул Смолин. Вдруг да ляпнет нечто интересное насчет папашиных мыслей, задумок и планов. Она же с папой и мамой живет. Должна что-то краем уха слышать. У тебя моральных препонов нет касаемо такого задания? Да не малейших, оскладился Шварц. Наоборот, слабость у меня к обесцвеченным бледям, сам знаешь. Пошупаем во всех смыслах. Вот и ладушки, сказал Смолин. Чай не невинный цветик совращать. Все равно пробы негде ставить. Теперь так, ребятки. Есть один очень интересный заказ, за который обещают приличные деньги. Детали чуть погодя, а пока пошарьте по закромам и подберите копанку, с которой не жалко расставаться. С кифьё там, тагар и тому подобное. У каждого наверняка в заначке найдется всякого хлама. Особенно это тебя, Слава, касается. У тебя в этой комбинации поневоле будет заглавная роль, так что готовься. А что за фокус? — Чуть погодя, — сказал Смолин с доброй, милой улыбкой. — Чуть погодя. Значит, с броневиком мы разобрались. По поводу Дашки и ейного сообщника, а также наверняка Хахаля, продолжаем тихонечко собирать информацию. Ушки держим на макушке, учитывая, что неподалеку присутствует извращенец, гражданин-майор, который не обращает внимания на женщин, а вместо этого обращает внимания на нас, мужиков. Он почувствовал вибрацию телефона в правом кармане джинсов, вытащил его двумя пальцами, отметил высветившийся незнакомый номер, нажал, поколебавшись клавишу. И почувствовал, как набрякло, окаменело лицо, как сползает улыбка. Сказал севшим голосом, Шварц, ты уже изрядно дерябнул, тебе за руль не стоит. Телефончик такси мне, найдите кто-нибудь быстренько. Глава четвертая. Шпаги и дубины. Был усмолен один единственный, тщательно скрывавшийся комплекс, а может, ученый, говоря, фобия, мания, черт знает что еще, он прям-таки патологически терпеть не мог больниц, лечебных заведений, где человека оставляют у себя, некоторым образом лишая свободы. Что характерно, на всевозможные поликлиники, в том числе и стоматологические, эта подспудная боязнь не распространялась. По всем подобным заведениям, действовавшим по принципу зашел-вышел, он расхаживал без малейших внутренних страхов, зато в больницах ему моментально становилось не по себе, нечто трудноописуемое вызывало тягостные ощущения под ложечкой, организму становилось как-то особенно мерзко, некие беспричинные зыбкие страхи копошились, в совокупности с тем, что он, так уж сложилось, ни дня не пролежал на больничной койке, комплекс был налицо. Правда, непонятно было, как с ним бороться. И есть ли смысл вообще? Вот и сейчас, расплатившись таксистом, он довольно медленно поднялся по ступенькам, сделав над собой слабенькое, но все же явственно присутствующее усилие, нехотя вошел в обширный вестибюль тысячи. Людей, как всегда, здесь оказалось множество. Больница — одно из тех мест, где случайного народа не бывает вовсе, и народ этот четко делится на две категории — радостных и печальных. Радостные своих забирают, печальные, наоборот, в томительной тревоге и тоске от полной неизвестности. Непроизвольно морщась от наплывавшего со всех сторон людского горя, от неописуемого запаха несчастья, он, лавируя меж посетителями, отошел к левой стене и принялся высматривать вызвавшего его суда человека. Я в милицейской форме, майор. Ну и где? Ага, вот оно что. Смолин подсознательно искал взглядом мундир. Китель. А милиционер с майорскими звездами был в тужурке. Надо полагать, он и есть. Других в такой форме положительно не усматривается. Смолина незнакомец пока что не видел, а Смолин разглядывал его издали, не торопясь подходить. Подозревать во всем этом какой-то особенный иезуитский ход его недоброзелателей в сером, пожалуй, все-таки шизофрения, однако не стоит и пословицу забывать обереженных и, соответственно, небереженных. Лет это к сорока с хвостиком, чуть ли не наголо стрижен, только челка впереди, крепенький такой, накачанный, характерная физиономия офицерская, а на тужурке аж триде до разноцветных планочек. Ладно, что тут торчать? Пробравшись в межрадостных и печальных, он подошел, спросил нейтральным тоном, вы будете, Горобец? Майор скинул голову. Ага, Горобец, Кирилл. Вы Смолин, я так полагаю? Он покосился на зажатую в кулаке сигаретную пачку. Курите? Пойдемте на крыльцо, ага. И, не оглядываясь, двинулся к выходу первым. Смолин шел следом, обдумывая первое наблюдение. Среди ленточек на колодке у майора хватало разных ведомственных цацок, юбилейных и выслужных, но наличествовали там ленточки и ордена мужества, и медали за отвагу, из чего следовало сделать вывод, что майор не особенно и кабинетный. Канцелярским сидельцам такое не вешают, тут нужно в специфических местах побывать. Они примостились в тупичке, образованном углом застекленного вестибюля и краешком ступенек, как-то синхронно щелкнули зажигалками, и Смолин, выразительно показав взглядом на колодку, поинтересовался СОБР. Шантарский ОМОН ответил майор, так словно отмахнулся от скучнейшей темы. Я... В общем, я старый раперист, еще 78-го, да, собственно, по настоящее время он дернул подбородком в каком-то детском упрямстве по-настоящему бывших раперистов не бывает. Знаю, наслышан, сказал Смолин. Что случилось? Алексей Фомич по-прежнему в коме. Вторые сутки. Смолин совершенно искренне, едва не воскликнул, удивленно, какой такой Алексей Фомич. Правда, не сразу и сообразил. Лично для него все эти долгие годы шевалье был именно что шевалье, как и Смолин для него исключительным сие-базилем. Не сразу и вспомнишь имя отчества. Случилось что-то? Майор поднял злые глаза. Именно что? Он говорил ровным тоном, с прорывавшейся иногда тоскливой злостью, а Смолин, не задавший ни единого вопроса, слушал, помаленьку каменее лицом. Встретили шевалье, как оказалось, всего-то метров в двухстах от его дома, почти на самом выходе из сквера. Точное время, в общем, неизвестно, потому что на лежащего наткнулся уже в сумерках пеший милицейский наряд, но произошло все, предположительно, не позднее, чем за час до того. Как у нас водится, приняли за пьяного, но присмотрелись и в темпе вызвали скорую. С тех пор так и лежит в коме. Два удара тупым предметом в затылочную часть головы. Майор так и выразился в сухом протокольном стиле. Это, конечно, профессиональная въелась. А также, как медики докладывают, несомненные следы ударов в солнечное сплетение и по шее сзади. И только. Что интересно, и недешевые часы остались на руке, и трубка в кармане, и бумажник, и золотой перстень на пальце, и трость со шпагой внутри. Почти близняшка Смолинская валялась рядом. И никаких свидетелей. Ни единого. Это не грабеж, — сказал майор, — и не обкуренные. Все совершенно иначе выглядело бы. Вот именно, — сказал Смолин, чувствуя унылую давящую тоску. Не подпустил бы сенсей на расстоянии удара никого подозрительного. Значит, до последней секунды подозрений не вызывали. Он отшвырнул чинарик. Идут навстречу культурные молодые люди, вполне трезвые, интеллигентно рассуждая об испанской поэзии Возрождения или сороковой симфонии Моцарта. Или вообще один. Да, скорее всего, так и было, — подумал он. Все-таки семьдесят с лишним лет, пусть даже ты и шевалье, встречные или встречные, совершенно не вызвавшие подозрений, может быть, даже знакомые, неожиданный удар в солнечное, потом сверху по шее и пару раз кастетом. Классический случай, зафиксированный еще в трех мушкетерах. Даже блестящий фехтовальщик окажется бессилен, если на него налетит чернь с дубинами-вилами. В честном бою шевалье и сейчас способен был натворить серьезных дел, но против такого оказался бессилен. Секунды потерял, а эти суки, конечно, заранее настроены были на подлую ухватку, а не на благородный поединок. И никаких следов. Никаких. Злощу риски внул майор. О зацепке спросил Смолин. Откуда им быть? Да, действительно, подумал Смолин уныло. Питомцев шевалье в городе изрядно. Никто из них не достиг крутых высот, но все же и бизнесменов средней руки хватает, и силовиков, вроде этого ОМОНовца, и небольших чиновников, и творческих людей. В общем, достаточно, чтобы, нажав каждой своей кнопочке, добиться неформального, а въедливого следствия. Только самое въедливое следствие, будем реалистами, ни к чему не приведет. Калюшете-подонки так и остались неизвестными, искать поздно. Неоткуда взяться зацепкам. Можно головой ручаться, что шевалье ни единой живой души из раперистов, неважно, бывших или нынешних, словечком не обмолвился о нехорошем копошении вокруг него. Совершенно в его стиле. Сенсей не должен быть обременен суетными неприятностями. А если они все же и происходят, ученики об этом знать не должны. Черта с два Смолин узнал бы о истории с Наганом, не коснись она лично его. И потом он, по большому счету, все же неполноценный раперист. Он всегда был со стороны. Стоп! История с Наганом все же выплыла на свет Божий. Бывшие ученики Сенсей аккуратненько и тихо избавили от лишних неприятностей. Но это точно исключительный случай. Так что, как бы ни брались помочь следствию многочисленные раперисты, никто из них не сможет дать ниточек. — А у вас есть зацепки? — спросил Смолин. — Ни малейших. Я не пойму, за что тут можно зацепиться. Была одна история. Он замолчал, глядя настороженно. — Это с Наганом? — без выражения спросил Смолин. — Ну, я ее знаю. Он сам рассказывал, поскольку и меня пытались к ней припутать. — Ну да, Наган. Только это никак не может быть связано с... — Ну где здесь связь? — Действительно, — задумчиво произнес Смолин. — Не должно тут быть связи. И мысленно уточнил. Если связь все же есть, мы все попросту не можем по скудости информации ее отследить, вообще понять, в чем тут переплетение. — Никак это не может быть связано с нападением, — повторил майор. — Наган — это совершенно другое. — Один ретивый дурак. Он спохватился, замолчал, махнул рукой. — Ну да. Честь мундира берег, Абармот. — Ему никто не угрожал? — подумав, спросил Смолин. — Грубо говоря, никто наезжать не пробовал. — С чего бы вдруг? Кто бы на него наезжал? — Ак-так-так, — сказал себе Смолин. — Значит, ты, товарищ героический майор, представления не имеешь о визите шустрого адвокатишки, который пытался выжить шевалье из дома, как того зайчика из глубиной избушки. — И никто не знает точно. Не исключено, что об этом знаю из посторонних один я. А значит, ни к чему этой информацией делиться. — А почему вы думаете, что кто-то ему угрожал? Или наезжал? Майор впился в него типичным милицейским взглядом. — Я так вовсе и не думаю, — сказал Смолин с совершенно бесстрастным лицом. — Просто пытаюсь догадки строить. — Вы ведь согласны, что происшедшее не укладывается в обычные нападения грабителей, хулиганов, наркоманов? Вот, видите? За этим что-то должно стоять, что-то должно было произойти прежде, какие-то разговоры, требования. Логично? — Ну, в общем, да, есть резон так думать, но никто ни о чем не знает. — А девочка? — Какая девочка? — Довольно ненатурально удивился майор. — Бросьте, — поморщился Смолин. Я с ним познакомился, когда вы наверняка еще в пионерском галстике ходили, и порога рапира не переступали. У него есть девочка, по-моему, из ролевых эльфов. Ничего противозаконного, она уже совершеннолетняя, так что со мной, Ваньку, не валяйте. Вы же сами меня вызвонили и хотели поговорить. Я с ней еще не говорил. Нехотя признался майор, времени не удается выбрать. Она там все время сидит. Он мотнул головой в сторону вестибюля. — Значит, вы ничего не знаете. — И вы тоже, — пожал плечами Смолин. — И никто ничего. Так что толку? Он замолчал. Майор, стоявший в полоборотах за стекленной коробки вестибюля, вдруг встрепенулся и, не обращая больше на Смолина внимания, кинулся внутрь, едва ли не бегом. Смолин рванул за ним, ведомый неким инстинктом. Догонять не стал, остановился в сторонке у двери, выбрав местечко, чтобы не толкали. Майор поспешал навстречу девушке в накинутом на плечи белом халате, появившейся из-за того угла, за которым начиналась лестничная клетка. Смолин ее точно пару раз видел в рапире. Молоденькая, симпатичная, черные волосы по плечам, а лицо бледное, застывшее, настолько горестное, что Смолину стало не по себе. Он оглянулся, вздрогнул, но тут же сообразил, что это он мысленно, а не в полный голос, вскрикнул «нет». Девушка шла как слепая, ничего и никого не видя вокруг. Майор оказался перед ней, заглянул в лицо, взял за плечи, а она движением сломавшейся куклы уткнулась ему в грудь лицом, плечи затряслись. Не нужно было гадать и врать самому себе. Едва Смолин ее увидел, понял, что случилось. «Прощайте, шевалье». Он повернулся, вышел на крыльцо, спустился по широченным низким ступенькам и зашагал прочь с больничного двора. Не было ни смысла, ни надобности здесь боли оставаться. Майор для него сейчас совершенно бесполезен, как и он для майора, а с эльфочкой сейчас невозможно говорить ни о чем. Так что нечего здесь больше делать. Он вяло удивился, что не чувствует ни боли, ни тоски. Ничего не было, кроме злости, холодной, рассудочной, звериной. «Есть принципиальная разница между неаполитанцем и корсиканцем», — говорил шевалье. Махнул светлой японской машинке с желтым гребешком на крыше, в которой не усмотрел ни одного пассажира, и та, даже не моргнув поворотником, моментально притерлась к обочине. Не вступая в переговоры, Смолин сел, захлопнул дверцу и распорядился в центр, на Кутеваново. Таксист осторожненько начал, не трогаясь с места. «Это будет... это будет не дороже денег», — металлическим голосом произнес Смолин. «Сколько будет, столько и будет. Поехали». Таксист, пожав плечами, все же тронул машину. Выхватив телефон из кармана, Смолин открыл контакт и вызвал Яшку, и, едва услышав голос, сказал, «Я к тебе выехал. Ты дома? Отлично, еду». Нажал клавишу отбоя и откинулся на спинку сиденья, зажимая телефон в кулаке. Вот именно, Корсико и Неаполь. Это шевалье еще лет двадцать назад растолковывал ему разницу между неаполитанским и корсиканским подходом к делу. Итак, Неаполь. В живописно-убогую кухоньку, где Джузеппе увлеченно лопает макароны, врывается растрепанный Джованни и вопит с порога. «Джузеппе, старина, у тебя несчастье! Петро, этот рогоносец, чтобы ему провалиться на ровном месте, только что зарезал твоего дедушку!» Миска с макаронами летит в одну сторону, вилка в другую. Джузеппе орет благим матом. «Пьеро, Орликино, Карабасо, все сюда! Этот мерзавец Петро, гореть ему в воду, убил нашего дедушку!» Хватает кухонный нож и выбегает из дома, а следом несутся выше поименованные, размахивая лопатами и вилами, бейсбольными битами и вообще всем, что подвернулось под руку. Возможно, им и удастся прикончить негодяя Петро, если только полиция раньше не перехватит эту несущуюся по главной улице буйную ораву. Но в любом случае, итог один — шум, толкотня, свалка, полицейские протоколы, суд. Теперь Корсика. В кухню, где степенно ужинает Джузеппе, входит Джованни и ровным голосом роняет «Джузеппе!» Петро только что зарезал твоего дедушку. Джузеппе всего лишь аккуратно откладывает вилку, не более того, и бесстрастнейшим тоном произносит «Пьетро поступил очень скверно!» После чего Петро запирается в своем доме на семь замков, забивает окна досками, вооружает до зубов чат с домочадцами и безвылазно сидит так десять лет. На одиннадцатый год, решив, что прошлое бельем поросло, он решается отпереть калитку и высовывает нос, чтобы оглядеться. Выстрел неизвестно откуда, и Петро чебурахается с аккуратной дырочкой во лбу. И никто ничего не видел. Ага, вот именно, случалось, что и через десять лет. Конечно, большей частью дела решалось гораздо быстрее, но дело не в сроках, а в разном подходе к решению проблем. Смолин до сих пор не мог сказать уверенно, связаны ли его и шевалье невзгоды одной веревочкой, или ничего общего тут нет, но эти тонкости не имели значения. Главное, пора было перестать обороняться. Следовало переходить в наступление, не бить в ответ, а именно что, нападать. Может быть, там клад пришло ему в голову? Почему бы нет, если вспомнить недавние куруманские приключения, если учесть, что куруманский клад наверняка далеко не последний из запрятанных по необъятной России? Не столь уж и дурацкая версия. Дом до революции принадлежал Никите Федуловичу Бардину, владельцу пароходов и золотых приисков, одному из шантарских легендарных крезов. Бардин, в отличие от многих собратьев по бизнесу, гораздо более пессимистически настроенный насчет исхода Великой Смуты, собрал все ценное и отправился в Маньчжурию, еще в те времена, когда Шантарск был глубоким колчаковским тылом, когда войска адмирала штурмовали Екатеринбург, а о многотысячных партизанских армиях и слуху не было. Но ведь мог он что-то оставить. Скажем, замуровать надежно в дальнем углу подвала пудик другой самородного золотишка, неподъемные серебряные сервизы, что-то столь же громоздкое, но ценное. Или его пессимизм был полным и законченным, и он не оставил и серебряной ложечки? Ну, допустим, оставил. И к кому-то неглупому, как недавно к Смолину, попали ломкие странички, исписанные выцветшими строчками с ятями и ерами, и там в подвале столько, что решительный подонок не побоялся крови? Вполне допустимая версия. Поскольку сегодня в Шантарске по-настоящему серьезные люди так себя все же не ведут. Даже если вы намерились оттягать двухэтажный старинный особнячок в центре города, весьма подходящий для престижного офиса, не тот стиль, не те методы. Это сто процентов кто-то мелкий, беззастенчивый, наглый, располагающий парой-тройкой хватких, не боящихся мокрухи мальчиков, но все же мелкий. Что если где-то в подвале до сих пор не обнаружены... Стоп! Сказал себе Смолин, вот в этом направлении мы не пойдем, ни шажочка. Неважно, что именно послужило поводом. Гадать бессмысленно, поскольку ни на шаг вперед не продвинешься. Нужно действовать, а вот когда все зашевелится, глядишь и прояснится что-то. Глава пятая. Мы корсиканцы. Вообще-то в неписанной иерархии шантарских антикваров Леха Маевский со своим дукатом располагался на самой низкой ступеньке, о чем все прекрасно знали, в том числе и он сам. Дедовщина чистейшей воды, ага. Господин Маевский, будучи младше Смолина двадцатью годами, в антикварке появился, соответственно, лет на двадцать позже, чем Смолин, да и позже всех остальных зубров. Настоящих дел он не крутил, серьезными совершениями и удачами похвастаться, в общем, не мог, по мелочевке работал, иногда откровенно выступая на подхвате. В отличие от всех остальных, у него даже прозвища не было. Но, разумеется, это не означало, что с Лехой следовало обращаться свысока и протягивать вместо ладони два пальца, к чему перегибать палку, достаточно и того, что про себя все и так знают табель о рангах. А потому Смолин, спустившись в небольшой подвальчик, приветствовал хозяина со всей вежливостью, как благородный дон благородного дона. Непринужденно зашел за прилавок, привычно прошел в заднюю комнатку, учитывая Лехина положение, его задняя комнатка, в отличие от других, никак не могла именоваться за кромами. Все, что здесь имелось из невыставлявшегося на витрины, было опять-таки мелочевкой. Даже холоднячок исчез в связи с последними печальными событиями. Смолин преспокойно закурил, повернулся к вошедшему хозяину и спросил, слухи дошли, отмотался. — Ага, — сказал Леха радостно, — даже без твоего адвоката, дядя Вась, которого ты нахваливал. Судье тоже неинтересно было пурхаться, договорились на штатовский манер признания вины и штраф. — Это хорошо, — сказал Смолин без эмоций. — Веселый? — Ну, не плакать же. Главное, отмотался. Даже остальной холодняк обещали вернуть. — Это хорошо, — повторил Смолин. — Теперь получается, что отмотались все. Никого не смогли сожрать, это радует. Главное, компании не было. — Это верно, — кивнул Смолин. — Нет ничего хуже в нашем богоспасаемом Отечестве, как попасть под компанию. — А, впрочем, на Западе, по слухам, то же самое. А в Гренландии еще и вечная мерзлота при полном отсутствии антикварного рынка. Он вздохнул и без особого воодушевления грязно выругался. — Случилось что-нибудь? — Врубель, козел. — Что опять? — Да просто козел по жизни, — удрученно сказал Смолин. — Когда-нибудь точно из-за него серьезно запоремся. — Понимаешь, меня сегодня... Он глянул на часы. Через два часа ждет покупатель. Я с ним договорился на катану. Нормальная катана, офицерская, родная. Вот только он, наивная душа, вчера не просто похвастался Врубелю приобретением, а еще и сболтнул, куда и во сколько я ее сегодня привезу. Захожу я нынче в Радитет, а Врубель, меня завидевший, начинает громогласно повествовать всей честной компании, как он восхищен моей хитростью. Это ж надо назначить покупателю стрелку в ста метрах от областного УВД. Точно никто и не подумает. Молоток дядя Вася. У него там сидит и жрет водочку человек восемь. Половина совершенно левых в глаза раньше не видел, а вторая половина народит самые ненадежные, языки без костей. Козел. Короче, теперь полгорода знает, что сегодня в шесть вечера дядя Вася толкает клиенту катану у научной библиотеки в ста метрах от УВД. Весело мне, как по-твоему? Два часа осталось, а ты сиди и думай теперь. Да уж, сочувственно сказал Леха. Так может клиенту позвонить и перенести? Я сам не додумался, усмехнулся Смолин. У него мобилка не отвечает. Недоступен и недоступен. Говорил он что-то такое, то ли в ремонте труба, то ли дома оставил. Так что не перенесешь и не отменишь, рисковать приходится. А в нашей нынешней ситуации, когда всех пасут и не ехать нельзя, мне семьдесят рублей не лишние. Хреново. Да ладно, сказал Смолин. До сих пор как-то уворачивались, а Воси теперь пронесет. Я что к тебе пришел? Дашь свою машинку, это до полседьмого? Если меня и пасут, то высматривать будут поджерик, а на твою внимание не обратят. Я там ближе к назначенному сроку покручусь, осмотрюсь издали. Доверенность я в киоске купил, когда к тебе шел. Дашь? Да без вопросов, дядя Вась. Только если что. Ну, разумеется, ухмыльнулся Смолин. Катана, и исключительно моя головная боль, ты тут не при делах, знать ничего не знаешь. Я у тебя машину взял, чтобы помидоров с рынка привезти, потому что моя в сервисе, а на такси тратится неохота. В полседьмого я ее тебе притараню, как штык. На вот, доверенность заполни, ты свои данные лучше знаешь. На протяжении получаса остававшегося до встречи он описал три круга и вокруг библиотеки, и вокруг областного УВД другого маршрута просто не было. Проспект односторонний, приходилось круги наматывать. Ничего подозрительного он вроде бы не заметил. И стоявшие машины, и проезжавшие, и люди выглядели предельно обыденно, безобидно. А, впрочем, толковую засаду ни за что не высмотришь. Даже с его жизненным опытом он как-никак антиквар, а непрофессиональный разведчик ни грамотной слежки не вычисляет, ни профессионально устроенной засады не распознает. В общем, риск — благородное дело. Вздохнув, Смолин пошел на четвертый круг. Беленький Лехин Виц был сущей спичечной коробочкой, в которой Смолин себя чувствовал словно в бочке, наподобие той, что стояло у него на усадьбе для сбора дождевой воды. Однако у этой табакерочки в данный конкретный момент оказались и свои преимущества. Смолин без малейшего труда ее втиснул в узенький промежуток между двумя навороченными тачками, куда она поджерики ни за что бы не влез, и пытаться нечего. Он положил ключи в карман, вылез и закурил, присев на огражденнице изкрашенных железных труб. Огляделся с ленивым видом. Никого подозрительного. Народу вокруг полно, и подозрительным, строго говоря, может оказаться каждый, но пойди тут определить их орей. Он старался оставаться спокойным, но порой его прямо-таки потряхивало от нешуточного азартного возбуждения, приходилось делать над собой усилия, брать себя в руки. Ага, справа показался поспешавший вдоль длиннющего ряда припаркованных машин дрожащий клиент, господин Извольский, собственной персоной. Смолин подобрался полный веселого охотничьего азарта по проспекту плыл сплошной поток машин, справа возвышался простёрший руку, и спрашившийся простёрший руку в светлое будущее исполинский льич, переживший все перестроечные бури. По гранитным ступеням библиотеки, вверх-вниз шмыгали студенточки, большей части весьма приятные, и недорогие, что характерно. Вечернее солнышко не по осеннему жарко припекало, и вокруг до сих пор не маячил, никто, в ком удалось бы распознать затихарённого мента. Все, одним словом, было обыденно. Выбросив окурок, Смолин поднялся со своего насеста и махнул рукой. Завидев его, Извольский ускорил шаг, подошел, глянул на часы, виновата пожал плечами. Места нигде не нашел, только и удалось втиснуться у проезда. — Да ладно, — добродушно сказал Смолин. — Мы с вами в конце-то концов не шпионы, которым в минуту-секунду уложиться нужно, иначе сорвется все. — Привезли? — А как же, — сказал Смолин, — как договаривались, у нас как в аптеке. Он приоткрыл заднюю левую дверцу малыша Вица, достал оттуда длинный сверток из плотной белой бумаги, старательно перемотанный в четырех местах широким прозрачным скотчем, держа за середину протянул доценту. — Владейте! Стулья против денег. — Ах, да! — спохватился тот, неловко зажав сверток подмышкой, полез за бумажником. — Я ведь вам шесть должен. — Именно, — сказал Смолин со светской улыбкой. Приняв у клиента шесть пятисоток, развернул их веером, пересчитав одним взглядом, сложил купюру пополам и небрежно сунул в нагрудный карман куртки. Вокруг царили полное спокойствие и обыденность. — Ну, я пошел. — Заходите, если что, — сказал Смолин. — Всегда готов. Глядя вслед удалявшемуся со свертком подмышкой доценту, он почувствовал разочарование. Вот на три метра отошел, на пять. Это ксовсем уйдет. О-па! Показалось, что вся толпа совершенно мирного народа, сновавшего вокруг, вдруг развернулась и кинулась на Смолина. Показалось, конечно. Всего-то двое крепеньких молодых организмов в штатском, самого невинного вида, метнулись к нему крепко, сцапали за запястье и негромко сообщили, что следует стоять спокойно и не дергаться, потому как они, организмы эти, имеют честь представлять собой шантарскую милицию. Еще двое из того же разряда, хрен подумаешь, проворно притормотили доцента Извольского, предъявив в развернутом виде внушительную красную книжечку, и еще трое в цивильном сомкнулись вокруг на тесном пространстве меж капотами-багажниками припаркованных машин и железной оградкой, а там и вынырнул неведомо откуда бравый майор, товарищ Летягин, приблизился не спеша в развалочку, с невыносимо довольной рожей заядлого охотника, наконец-то уцапавшего дичь. Ухмыльнулся, вовсе уж торжествующе. Какая встреча, гражданин Смолин! — Вообще-то, если помните, Гринберг, — сказал Смолин смирнехонько, стоя на прежнем месте, даже не пытаясь высвободить запястье из железной хватки добрых молодцев, он видел, как Извольский что-то жарко доказывает, со всем интеллигентским пылом возмущается, определенно права качает. Хотя от правоохренителей любой страны в такой ситуации фиг отбрежешься. Как ни дергался доцент, его все же припроводили в совершенно штатскую Волгу, стоявшую тут же крайне в ряду. — Ах, да, запамятовал! — пожал плечами майор. — Какая встреча, гражданин Гринберг! Боюсь, пройти и придется. Благо, всего-то два шага. Он показал в сторону серого здания УВД. Смолин видел отсюда, что там, у парадного входа, уже остановилась Волга, и из нее высаживали все еще бурно жестикулировавшего доцента. — А, собственно, на каком основании? — Василий Яковлевич! — протянул Летягин с веселой коризной. — Ну что вы, в самом деле, солидный человек. Две ходки имеете. Неужели будете мне тут дитё изображать? — Вы задержаны. По подозрению в совершении деяния, предусмотренного статьей 222, пункт 4. Незаконный сбыт холодного оружия. — Нет, серьезно? — спросил Смолин спокойно. Летягин обернулся, сделал размашистый жест, и к ним проворно приблизился очередной добрый молодец, с ухмылочкой продемонстрировавший Смолину небольшую видеокамеру. — Все заснято, — сообщил Летягин. — Вон из того окошечка. Как доставали товар из машины, как передавали, как брали денежки. Покупатель уже, сами видите, доставлен. Сейчас найдем понятых, вскроем пакетик, внесем окончательную ясность. — Ну, Василий Яковлевич, запирайте бибику и пойдемте, гостем будете. Вы же человек юридически грамотный. Сопротивляться находящимся при исполнении сотрудникам не будете? — И насчет незаконного задержания кричать не будете, а? — Уж на три-то часа имеем право. — Нет? — Имеете, — мрачно сказал Смолин. А я ведь потом жаловаться буду. — Да ради бога, — любезно ответил Летягин. — Начальству моему, прокурору, в Европейский суд по правам человека, и куда там еще вздумаете? — А пока пойдемте. Что нам тут торчать? Смолин сумрачно сообщил, без адвоката ни словечко. — Разумеется, Василий Яковлевич, — воскликнул Летягин, — я вам лично гарантирую строжайшее соблюдение законности. В кабинетике сядем адвоката, вызовем бумаги писать будем, дело возбуждать. Он прямо-таки лучился самодовольной добротой победителя, цвел морда долбанная, как майская роза. Ну, что тут было поделать, не наутек же пускаться. Под бдительным присмотром добрых молодцев Смолин прихватил из машины барсетку, запер ВИЦ, и вся процессия направилась к серому зданию. Смолина уже не держали за руку, но взяли в коробочку и бдительно зыркали. Полный провал, короче. Летягин быстро вошел в кабинет, где под присмотром зыркоглазого опера сидел Смолин, положил на стол лист бумаги самого что ни на есть казенного вида, поинтересовался все так же добродушно. — Ознакомиться с актом не хотите, Василий Яковлевич? В присутствии двух понятых произведено вскрытие свертка. Обнаружено холодное оружие, имеющее крайнее сходство с японским офицерским мечом, именуемым еще Катана. — Поздравляю, — сказал Смолин. — Начинаете терминологией проникаться? — Василий Яковлевич, — задушевно сказал Летягин, — Я вашей братьей заниматься буду долго, стараясь вникать в темпе. Кстати, там уже закончили допрос гражданина Извольского, выступающего пока что в качестве свидетеля. Он человек интеллигентный, в отличие от некоторых, адвоката не требует и на 51-ю статью не ссылается. Уже показал, что данное холодное оружие купил у вас по предварительному сговору. Так что дело чистейшее получается. На сей раз влипли, а? Смолин старательно уставился в окно. Хмыкнув, Летягин жестом отослал опера, сел за стол. Вполне добродушно осведомился. — Василий Яковлевич, неужели придуриваться будете? — Да зачем? — Пожал плечами Смолин. — Тогда, может, и начнем. Летягин извлек чистый бланк, аккуратненько положил рядом авторучку. — Протокол допроса. В качестве подозреваемого, а? Смолин снова уставился в окно. В дверь коротко стукнули, и тут же появился Яша Гольдман, респектабельный, как Роллс-Ройс, в дорогущем костюме, при галстуке и черном кейсе. — Мне представляться с легкой ноткой сварливости? — спросил он с порога. — Ну что вы! Все так же благодушно отозвался Летягин. — Господин Гольдман Яков Борисович, адвокат гражданина Смолина и еще добрые полудюжины граждан, что характерно проходящих по абсолютно схожим делам. Столько раз с вами общались, что в представлениях и нужды нет. Но, гражданин Смолин... — Ах, простите, Гринберг! Яша живо прервал. — У вас какая-то странная улыбочка была. Когда вы произносили фамилию моего клиента. — Яков Борисович, — ухмыльнулся Летягин, — вот только антисемитизмов мне шить не надо на пустом месте. Да и времена сейчас не те, чтобы такое клепать. Вот именно, — подумал Смолин, — к сожалению. В годочке это к девяносто втором, да и попозже я б тебе на шею посадил не менее полусотни шизанутых правозащитников. Каковы, не особенно и заморачиваясь правдочкой, с утра до вечера глотку бодрали у парадного подъезда, пресекая злобную антисемитскую выходку распоясавшегося черносотенца в погонах. Уж я бы им такую лапшу на уши навесил, что тебе икалось бы потом месяц. Золотые были времена, не ценили мы их. Ах, извините, мне что-то почудилось. Глазом не моргнув, отозвался Яша. — Бывает, — спокойно сказал Летягин, взял авторучку. Итак, фамилия, имя, отчество. Яша безмолвствовал, и Смолин спокойно принялся отвечать. Сухие анкетные данные. Рутина. Покончив с неизбежной овертюрой, Летягин написал ниже длинную фразу, поставил вопросительный знак, поднял глаза. — Гражданин Гринберг, вы задержаны после продажи вами гражданину Извольскому Павлу Сергеевичу одной единицы холодного оружия. Сверток был вскрыт в присутствии понятых. — Вы узнаете данное оружие? Он показал на обшарпанный стол рядом, где лежала на безбожно разодранной бумаге катана в темно-синих ножнах, кое-где украшенных никелированными накладками. — Я признаю, что именно данный предмет продал гражданину Извольскому, — сказал Смолин. — Прошу записать. — В точности так, как я сказал. — Ну, разумеется. Летягин быстро писал предмет. — То есть вы признаете факт продажи вами гражданину Извольскому одной единицы холодного оружия? — Никакого холодного оружия я не продавал, — сказал Смолин. — А как это сочетается с тем, что вы только что признали проданное вами? — Проданный мною предмет, — сказал Смолин. Майор ничего еще не подозревал, он старательно писал. Не дожидаясь вопросов, громко и четко Смолин начал. Несколько дней назад гражданин Извольский попросил меня приобрести для него какой-нибудь декоративный клинок, чтобы украсить интерьер квартиры. Желательно с японским уклоном, поскольку гражданин Извольский является известным нашим шантарским японоведом и, соответственно, обставляет свою квартиру. Сегодня утром мною за четыре с половиной тысячи рублей была приобретена в салоне «Каравелла» декоративная копия японского офицерского меча времен Второй мировой войны. Данные предметы продаются совершенно свободно, поскольку холодным оружием не являются. Как человек предусмотрительный, я на всякий случай сохранил товарный чек и выдаваемый магазином сертификат, каковы и находились у моего адвоката. Вот тут Летягин вздернул голову. Интересное было у него лицо, он все расслышал, но еще не мог поверить, как любой, наверное, на его месте. Смолин лекторским тоном продолжал. «Данный предмет я продал гражданину Извольскому за шесть тысяч рублей. Полторы тысячи можно назвать обыкновенной торговой накруткой или компенсацией за потраченное время. Гражданин Извольский об этой накрутке был предупрежден заранее и против нее не возражал. Таким образом, никакого холодного оружия я никому не продавал, что и прошу занести в протокол». Он замолчал. Яша, уловив момент, когда должен был вступать в игру, звонко отщелкнул застежки своего кейса. «Прошу приобщить к показаниям моего клиента упоминавшийся им товарный чек и сертификат, выданный магазином Caravella. Данный магазин расположен на соседней улице, максимум в трех минутах ходьбы пешком, так что проверить показания моего клиента не составит большой сложности. И положил перед Литягином оба документика. Майор все еще пребывал в состоянии легкого оцепенения. Осознавал, анализировал, лихорадочно искал выход, а выхода-то, злорадно подумал Смолин, и нету». Он ухмыльнулся и произнес наглым, тягучим голосом классического урки «Что ж ты дело шьешь-то, начальничек, на пустом месте?». Литягин смотрел на него ошарашенно. Злости в его глазах пока что не было ни капельки, только осознание проигрыша. Ага, вот именно. Толстая полярная лисичка пришла. Смолин усилием воли погасил улыбку. Где-то совсем недалеко отсюда, никаких сомнений, все еще качал права, возмущался произволом и грозил жалобы в ООН Пашка из Вольски, добрый старый приятель, лет уж пятнадцать покупавший у Смолина все связанное с Японией, свой в доску мужик, никакой не растяпый интеллигент, всегда готовый в трудную минуту прийти на выручку, в том числе и подыграть в подобном спектакле. Приложили они майора мордой в дерьмо, качественно, смачно впечатали, без единого прокольчика. И майор, судя по его лицу, это уже прекрасно понял. Ах, с какой злобной мечтательностью он взирал на Смолина. Во взгляде так и читалось, эх, противогазик бы, и раза два по почкам и прочее удовольствие. Ну что ж, чем ему сейчас неуютнее, тем с большей страстью будет ждать реванша. Тяжко тебе, падло, подумал Смолин со вполне понятным злорадством. Будь ты обычным любителем шить липовые дела, плюнул бы, поматерился, водки хряпнул и пошел искать новый объект. А ты же у нас нанитой. Тебе, надо полагать, весомую благодарность отваливают, а ее же отрабатывать надо. Яша, ставший теперь олицетворением терпимости и доброты, проговорил добрейшим голосом. По-моему, самым лучшим в данной ситуации было бы незамедлительно проверить показания моего клиента. Благо, магазин будет открыт еще полтора часа и ходу до него две минуты. При любых других вариантах предельно усложняется ситуация. Примерно через сорок минут Смолин в сопровождении верного канцельери покидал здание УВД совершенно свободным человеком, жертвой недоразумения. Яша подтолкнул его локтем. Смолин посмотрел в ту сторону и широко улыбнулся. На противоположной стороне проспекта стояла массивная тренога с телекамерой. К ней приник оператор, а перед камерой помещался извольский и азартно жестикулируя, потрясая бутафорским мечом, что-то живописал с мазливой теледиви. Несомненно, как и было обговорено заранее, металлгромы и молнии в адрес отдельных, с позволения сказать, сотрудников, которые вместо того, чтобы исполнять свой служебный долг, ни с того ни с сего хватают посреди улицы мирного ученого, волокут в застенок и там долго стращают всякими ужасами, вынуждая дать ложные показания на честного человека. Видно было и отсюда, что телезвездочка млеет от восторга. Ну да, сенсация получалась хлесткая, не только по шантарским меркам. Видно, японовед, милицейский произвол, безобидная игрушка в роли грозного холодного оружия. Если грамотно развивать тему, труженикам камеры с неделю можно кормиться на сегодняшнем инциденте. Они медленно двинулись в сторону стоянки машин. Яша негромко с большим пафосом сказал «Лишний раз убеждаюсь, что мы, евреи, богоизбранный народ, любого гоя обведем вокруг пальца». Смолин покосился на него, громко фыркнул. Яша ответил ему невиннейшим взглядом «Ох, прохвост». К еврейству Яша первые тридцать с лишним лет жизни, носивший самую, что ни на есть славянскую фамилию Сидоров, отношения имел самые приблизительные. К еврейской крови в нем имелась равнехонько одна шестнадцатая, от пра-пра-бабушки. По израильским законам это вовсе даже и не дает право человеку числить себя евреем, но израильские законы, во-первых, далеко, а во-вторых, Яша вовсе не собирался на землю обетованную. Он просто-напросто, когда буйствовала перестройка, выкрутил руки чиновничкам паспортного стола, громогласно требуя восстановить историческую справедливость, то есть вернуть ему национальную идентификацию. В случае отказа он угрожал едва ли не вмешательством Цахала, не говоря уж о международной прогрессивной общественности. Кто такой Цахал в паспортном столе наверняка и не ведали, но в тогдашней обстановке полной и законченной шизофрении в антисемиты и черносотинцы никому не хотелось. И Яшу в два счета сделали Гольдманом. И вовсе уж забытым оказался тот факт, что прапрабабушка Гольдман сбежала из дома и крестилась в православии, чтобы выйти замуж за бравого паровозного машиниста, тем самым, собственно говоря, из еврейства выпав напрочь. Яша рассчитал все точно. Адвокат с довеском еврей, что греха таить, в глазах многих и многих выглядит гораздо предпочтительнее тех своих коллег по ремеслу, кто таким довеском похвастаться не может. И лет пятнадцать уж процветал господин Гольдман, благо и законником был хорошим. Даже иные столпы шантарского национал-патриотизма к нему украдкой бегали при серьезной нужде, а не красово-чистым единомышленникам. — Ну да, — сказал Смолин, ухмыляясь, страшная еврейская мафия Гринберг и Гольдман одержала очередную победу. — Яша, нынче же садись и твори жалобы. В областное УВД, в управление собственной безопасности, в прокуратуру. От моего имени, от Извольского. Смотри, чтоб стиль не совпадал. Прожженный антиквар и возмущенный интеллигент по-разному изъясняться должны. — Не учите ученого, Рэбе Гринберг, — с большим достоинством изрек Яша. — Все будет в лучшем виде. Он задумчиво покивал головой. — Итак, что же мы теперь имеем по результатам погрома, учиненного гражданином-майором? — Твоего парнишку отмазали, дело рассыпалось. По фрегату и Эльдорадо дела не возбуждались вообще. Вову Богдасаряна им пришлось отпустить без возбуждения дела, как дважды-два доказали им, что контрабанду тут не пришьешь. Золото он не из Белоруссии вывозил через границу, а попросту имел при себе транзитом пересекая территорию означенной державы. — Лешенька Маевский, несмотря на то, что единственный из всех моими услугами не воспользовался, тоже отбился. В общем, смело можно сказать, что атака отбита по всем направлениям. Неплохо, а? Учитывая сегодняшний случай, который майору еще аукнется. — Ну, конечно, все просто великолепно, — сказал Смолин с наигранным энтузиазмом. — Вы гений, Ребе Гольдман, кто бы сомневался? — Надежный человек Яшко в профессиональном плане, но и он знал только то, что ему следовало знать. Обо всем остальном, сопровождавшем летягинские ужимки и прыжки, Смолин ему ни словечком не обмолвился. Не было пока что такой необходимости, а потому в глубине души восторгов собрата по еврейской мафии не разделял. Летягина, в конце концов, если все и дальше пойдет, как планировалось, можно будет из игры исключительно со всем, на него уже и так поглядывают косо, вышестоящие, раздосадованные кое-какими звоночками и беседами. Черный юмор в том, что со стороны бурная деятельность майора и в самом деле выглядит бестолковой возней, приносящей к конторе одни разочарования и проигрыши. Он же не может сказать правдочку, мол, я оборотень, я продажный, мне поручено. Самоубийцей надо быть. Майора рано или поздно урезонят. Вот только те, кто его нанял, так и остаются пока в тени, не имеющими лица и имен привидениями, и замысел их пока что не угадывается, а значит, расслабляться рано. — Яша, — сказал Смолин, — уж ты-то в своем веселом ремесле знаешь всех и вся. Косов Виталий и Борис Музаев, что за типы? — Да в принципе шелупонь, — не раздумывая отозвался Яша. — Мелочевка. Серьезные люди с ними не связываются. По грязненьким делам специализируются ребятки, вроде подпольных абортмахеров в те времена, когда аборты были запрещены. В приличном обществе не принято, как говорится. А что? — Да так, — сказал Смолин. Знакомый один с ними пересекался. — Скажи, пусть не связываются, — серьезно предупредил Яша. — Дешевая парочка, о нее пачкаться не надо. — Так и передам, — кивнул Смолин. С бегом времени Смолин все больше и больше убеждался. За всеми непонятками по-настоящему серьезные люди категорически не просматриваются. В тумане прячется мелочь, шпана, собственно говоря. Беда только, что и эта шпана, как показали последние события, может оказаться по-настоящему опасной. И он решился. — Ты что такой грустный? — жизнерадостно вопросил Яша. — Поехали в кокоду, отметим победу. — Пожалуй, — сказал Смолин, — только мы не победу будем отмечать, а поговорим о довольно серьезных делах. Сейчас подождем Извольского. Он включил телефон, посмотрел журнал. Непринятых звонков насчитывалось только два — от Инги и Шварца. А вот Лешенька Маевский, хотя уже полтора часа назад должен был закрыть свое заведение и отправиться домой, так и не позвонил, не озаботился судьбой своей машинки. Логично.